и всем здарова дамы и господа по-прежнему у микрофона клад фокс дирекс рубикович и мы продолжаем комментировать доту смотреть доту dream league season 22 впереди и соответственно вас еще четыре карты 2 бы 100 2 серии и сейчас мы будем смотреть в принципе довольно интересной серии у нас играют бы быть им и g2g интересную в том плане что вот вопрос смогут ли вдруг неожиданно камбэкнуть китайские игроки китайская команда или же все-таки бы бы ну переедут их и как бы все на этом да и на этом участие в турнире подходит к концу вот джитлой g потому что ситуация максимально у них плохая самый худший результат из всех групп из всех вообще команд на турнире не вот но как будто бы шансы еще остаются но это видимо только если они прям все вот выиграют а я в это вообще как-то не верю шансы прям вообще вообще супер маленькие я думаю все наверное понимаешь что вряд ли это прокнет так что скорее всего просто будем досматривать за игрой g2g что они там покажут под конец может быть где-то они дадут возможность потестировать бб каких-то героев да там сыграть на чем-то необычным посмотрим опять-таки по драфтам но в целом таблица бб на первом месте g2g на последнем да да все так играют получается в данных кондициях скажем так в данной ситуации которую мы имеем фавориты против аутсайдеров ну и по сути если брать теги на самом деле в очередной раз да можем сказать о том что g2g но это же хороший тег там игроки именитые игроки которые в финале за интернешнл играли но как итог мы смотрим кстати к слову идея тоже еще организация которая выигрывала интернешнл тоже так вспомнить правда 2 по счету вот но мы смотрим как они играют на этом турнире на этой дремлиге вот что они что ликвида и как бы без слез не взглянешь на их игру вот поэтому действительно ну я как уже сказал не удачные турниры когда не идет ну да 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 улика это вообще какая-то отдельная тема дремлигами вот поэтому у них либо сейчас соответственно они выигрывают одну карту потом смогут зацепиться за вторую и какой-то невероятный камбэк нам покажут может быть там какие-то перегровки или я не знаю как там по правилам может быть ворвутся ворвутся в четверку тех команд которые не вылетают либо же мне кажется они одну игру проигрывают и все и там уже вообще шансов нет по-моему вот по-моему если они проигрывают одну карту да то уже все потому что всего у них осталось игр сыграть две они уже сыграли пять встреч и при этом у них три поражения им нужно сыграть с бба им нужно еще сыграть с гг гейминг гладиатор с и но это очень грозные соперники для любой команда когда ты на последнем месте группы идешь что за тебя тем более кстати если вы немножечко вернуться к группе б то шпифа рибели он также 7-3 имеют не на одной строчке с аврора и экстрим продолжают сидеть да ну и спирит почти что тоже с ними наравне имеет только на одно поражение на единственное поражение больше вместо ничьей а так бы у них примерно такое же количество очков бы было но успели довольно уверенные позиции у нас пока что в группе б как будто бы уже все почти что и выяснено до осталось буквально доиграть там мне кажется одну серию буквально и перед финальным днем который будет соответственно уже завтра группового этапа первого групп стейджа уже все понятно то в группе а пока еще все не до конца очевидно потому что шансы остаются до интриги больше и интриги больше да 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 именно так так с ну и ждем что мы еще можем посмотреть там более-менее разобрались да да мы уже ситуацию обрисовали коротко потихонечку будем переходить уже непосредственно к драфтам ждем пока команды будут готовы залетать в лобби ну и делимся информацией по ходу дела как она к нам поступает что еще можем выделить соответственно будет следующий групповой этап можем про формат напомнить даже что у нас одна группа вылетает половина команд потом соответственно будет 2 группа там тоже влетает половина команд нам я так понимаю сейчас как раз таки напомнит про это как именно это работает вот нам показывают да что соответственно нас жестокий не дефолтный формат где эти сразу половина отсеивается и вот когда будет вторая группа о чем ты говоришь тоже четыре команды из группы выходят в плей-офф четыре улетают домой скажем так но они и так из дома это да умный турнир но тем не менее так говорят и останется плей-офф на 4 коллектива верхней сетки будут первые две команды из группы в нижней последние две четыре лучшие команды мира именно так поэтому я говорю вот в этой четверки из того что я посмотрел на этом турнире пока что как будто действительно вот из того что мы увидели сейчас вот лидеры кто у нас находится наверху да по таблицам ну по по очкам как распределение идет как будто бы как будто бы это из группы а бы бы тим и фалканс из группы б как будто бы это аврора экстрим но также остается еще шансы понятное дело у spirit и уж формили на этом уже узнаем позже просто я смотрю потому как команды играют я просто на матче спирит не попадал так получилось да что я уже говорил они чаще попадаются на основной канал или на другой какой-то на третьем канале их не было вот но как бы не удивлюсь не удивлюсь если именно вот те команды которые я первыми назвал до 4 вот и именно они пройдут дальше мне кажется так стоит узнать давай ты напомнишь об одной очень важной детальки для наших зрителей которые я думаю им понравится и после этого уже будем переходить к драфтам да слушай я думаю что зрители так прекрасно помнят но давайте напомню конечно что во время просмотра dream league season 22 который мы собственно смотрим венлайн проводит розыгрыш котором можно получать крутые призы что для этого сделать еще раз напоминаю сделать более трех ставок на матче дремлиги потом соответственно подписаться на канал венлайн и спортс если вы не подписаны и оставить свой вилайн айди в комментарии под постом с розыгрышем соответственно итоги будут опубликованности и грамм-канале венлайн и спортс наслаждайтесь игрой остальное за венлайн и переходим на драфты первой карты данный best of 2 у нас баны уже первые заканчиваются снова фп марс для команды g2 айджи ну как снова на наш трансляция для g2 айджи конечно сегодня впервые но тем не менее марс в первой стадии на первый пик это вот прямо же какой-то дефолт ответ он даем на него интересно интересно снова андаинг да на сей раз от боба тим продолжают этого героя пикать говорил я что это как будто бы не самый лучший герой но почему бы не ротаром ты чем можно до обеспечивают во первых с ним удобно видимо играть команде да во вторых обеспечивают относительно неплохую по возможности линию для найтфолла ну и марс как бы уже потенциально закрывает часть некоторых героев хорошие против тролля которого мы давно уже в принципе и не видим да потому что он часто либо не так хорош либо его закрывают по игре банится сразу же морфинг от g2 айджи потому что это в связке с андайингом супер крутая линия в принципе они видимо не хотят играть против морфа конечно много шуток в сторону морфинг от найтфолла после прошедшего за интернешнл но это мы опустим так и теперь какого героя второго надо бы подбанить давай подумаем об обратите внимание кстати да да и это и это еще подкреп андайинга то есть но обычно мирана и стали закрывать неприятно андайинга играть тут же сами g2 айджи забанили и андайинг легко появился для бб тим и плюс что еще стоит отметить в первой стадии забанили айджи только саппорт то есть это тач с леон мирана коров не банили вот только во второй запретили морфинга и пангольера ну и тут пока мы ждем бан от бб тим видим как тут булк с сэйвом обсуждают что-то думают вот как запретить нагу наверное и добра теника нагу убрали дам тай не взяли тай не флекс либо 4 либо 2 соответственно и кого мы ждем теперь соответственно вниз какого персонажа у нас до сих пор в пули остается и нигма это скорее для бб тим для миром потому что уже и тайне есть тем более вот он глубоко на ваших экранах ну давай из самых популярных спорта да опять же кто у нас остается много сап подманили g2g но до сих пор есть условно худвинг до сих пор есть опять какая-то венга дизраптор что-то такое не знаю вот энчу перестали почему-то пикать кстати по поводу энчи вот я только хотел сказать что энчантер сможет появиться для бубоке потому что вот он как раз любитель поиграть на данном персонаже и вот энча и появляется причем моментально в связке с шадоу шаманом что интересно но тут оба кстати герои неплохо смотрятся против андайнга но обычно именно бубок играет на нче в этом составе в командах в принципе в которых он играет и на линии против андайнга конкретно этот герой очень неплохо смотрится так и что же теперь будут добирать себе бы быть им ну во первых надо понять куда этот тени идет вряд ли раскроют его фликсовость уже к третьему пику скорее идет так четвертому да наверно покажут позицию теника сейчас можно добрать что-нибудь на третью позицию опять-таки может быть то у ту и не мог который ты говорил тут пока что ничего не появилось но либо нему либо и нигму уже в конце на вас пик но и не могут подбанить да тут надо наверное керри уже открывать для nightfall с андайнгом на линию и действительно брать тройку как будто но просто тогда тройку могут под закрыть поэтому набрать тройку который не могут прям жестко закрыть на линии и если они добирают условно и нигму то против энигма здесь появляется условно какой-нибудь же аэрокоптер так не забываем про пока кстати который не в пекине в бане до сих пор но снизу пока уже ты не хочешь играть потому что есть тайне это да но и отдавать его сопернику это не хочется то есть надо или запретить а если возьмут сейчас на второй стадии в этом нет смысла потому что марса уже видит марс очевидно будет тройка то есть можно уже против марса керри пикать спокойно мне кажется надо брать керри плюс один может быть действительно пока да надо брать тогда керри для nightfall и пока и потом оставить last пик мера чтобы он да да мне кажется что это наверное круто смотрится даже действительно и там два бана есть если что чтобы убрать героев сильных условно там темпларку какую-то да или еще что-то я кстати подметил такую вещь что против на финтусы постоянно банится кунка вообще этого кунку не хотят отдавать против него там огромный винрейт хороший пик рейд поэтому дана синтусе и на этом кункевич и показал что лучше запрещать а ну вот он тб уже хотел спросить и вот он терблейд но тоже комфортный герой для nightfall а да 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 вот видишь сегодня такой же связка на первой карте играли у нас на трансляции vp у них там немножко не пошло ну вот тб онлайн к 5 та же самая линия между прочим и вот я говорю о том что мне не очень нравится но опять же мне не нравится в контексте того какие были герои оппонентов здесь то мы сейчас посмотрим как будто бы для тб как раз таки очень даже неплохо все смотрится и думу которые как ты отмечал очень маленький винрейт имеет в нынешнем патче в нынешнем турнире патч тоже как бы вышел уже во время турнира самый новый на думчик появился а ну я понял в чем дело они просто не хоть они хотят действительно оставить все-таки last для gpk и при этом оставляет flex то есть чтобы если что да есть соответственно тайне который может и в мид пойти в случае чего и при этом может быть четверкой появляется зевс до пака брать не хочется в думы и в тайне вообще нужно банить соответственно это герои мид можно банить пока наверное кстати стоит бы я же говорю да нужно банить пока потому что оставлять его не стоит ну вот инстабан пока какие еще герои для гпк ну условный конец перед там эмбер или шторм ну пока минус душа случае пока посмотрят 23 а потом уже будут ласт пик относительно кири противника думать против маны кого еще подманить нужно здесь арк ухо аркорда на заманили вот так вот на всякий случай от греха подальше убрать этого героя сларк в пуле сларк да в пуле сларк вот не знаю вроде бы и это сигнатурки для монета вроде бы как ты не хочется в дума никого брать в дума никого не хочется брать и и и чё теперь не пикать что ли героя надо все-таки кого-то определить но обычно в дума как раз антимейдж пикался но вот здесь антимейджа не хочешь мне кажется брать в такой игре мне кажется что тут против т.б. против тайне дума еще учитывая что оппонент лас пик это будет самоубийство брать данного персонажа на вот кого тогда пикать вопрос забанили шторм спирита и добирает пла ну как опция да да но сверху тогда же на место всегда хорошо и шаг-шаг-шаг-шаг или эмбер или лишак кто-то из них лишь ли подходящий с точки зрения героя наверное эмбер с точки зрения конкретно для гпк в итоге что выберут сейчас глянем и в итоге сейчас коп и пугно или еще что-то другое но зависит от того как они хотят играть опять же вот все те герои которых мы назвали они могут появляться мы же не можем залезть в голову игрокам конечно можно им написать но вряд ли они поделятся информацией вот ну тут я говорю вариантов реально много геймер все-таки на пасить классический эмбер спирит которого и ты тоже называл просто сигнатурка да очень хороших не плохо да плюс ты против зевса все равно покупаешь этот матч слэйр я думаю даже с учетом его нерфов и вносишь нормальный импакт ну давай так можем быстро перейти к предиктам 1-0 баба тим согласен как бы знаешь ты первый предикт даешь даешь его на фаворита и такой с одной стороны хочется контр-аргумент какой-то типа интрига 1-1 там ну смысле ты за одних из других но нет я тут тоже за б.б. будем переобуваться если джету победят или будут конечно победе конечно обувь всегда есть запасная естественно но и коэффициенты смотрим соответственно что думает винлайн по этому поводу 1 58 сотых на б.б.тим и 2 и 3 десятых на джеттой g в принципе логично не поспоришь стандартные кафе когда у тебя аутсайдер встречается с фаворитом драфты плюс-минус равны не знаю будет ли прогон предикшен наверно нет но в любом случае вот если бы ты был парагон в любом случае понять как бы ты по процентам дал на драфт учитывая всю ситуацию которая происходит в группе я думаю 60 на 40 если даже не на 65 на 35 вот так я бы сказал но это не по драфту да это конкретно в целом общий или просто программ предикса целом да а если по драфту 56 на 44 может быть в пользу бы быть им наверное так как то вот потому что нет здесь есть хорошие герои то на самом деле джеттой дж опять же есть зевс его же не просто взяли он против 2 это неплохой герой но он неплохо стоит линию есть фантом лансер который тоже против т.б. работает тут герои против трэблейда хороший есть если игра затянется очень вполне возможно что джеттой джи выиграют но я не верю просто из-за того что я уже успел увидеть относительно и баба тим и джеттой джи как то так то есть знаешь это все скажем так как вывод вот со всей собранной информации да уже такой исход мыслей моих ну и составы перед вами да соответственно nightfall gpk миера сейф и торонто токио миер который совсем недавно заменил пьюра который ныне играет составе тунра на позиции керри ну и китайский коллектив да это моно на финтусе gt бабоко и икснова никнеймы крутые но результат пока у джеттой g на данном турнире конечно плачевно что же давай посмотрим как только нас переключат на доту что же там будет будет ли фб дарун мне кажется что могут очень активно поиграть вначале могут могут и все что нам остается это наслаждаться игрой друзья остальное за винлайн и поехали смотреть первую карту данный best of 2 бабочим против у джиту айджи и салют и фейерверки да 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 петарда петарда такая вот кстати я настолько вот игрок который концентрируется в игре вот именно на игре данный игровом процессе что я просто забываю про вот эти вот всякие петарды там дракончиков деревья и я вспоминаю очень редко об этом потому что я думаю о том что происходит в игре и вот сконцентрирован да я могу общаться с игроками но мысли об этом вообще нет вспоминаю только знаешь когда в хорошей компании играю там можно попал повеселиться только тогда так смотри лайфхаки фишечки уже блочит тут бабок а синтриком немного как это сказать нормальную линию нормальную остановку крипов на линии аспушится сторону g2g снизу и тут у нас рубрика раскопали от информационного партнера дота двору nothing to say обладатель рекордного количества лечения союзных героев в патче 735 играя на котл против азур-рей в рамках отборочных на esl ван бермингем 2024 мидер g2 айджи вылечил практически 43 тысячи единиц здоровья ту карту айджи проиграла зато а так стоп ту карту айджи проиграла зато выиграла матч все понял то у меня как-то в голове сначала не стакнулась так ну что же зато полечил зато полечил да да так на gpk со старта прокачивает соответственно флэйм гуард пачку идет 21 получается у него по крипам итоге со старта в целом более-менее ровненько на топе doom при поддержке тайне сражаются против инчи и пла ну и в целом как будто мумер должно быть все хорошо посмотрим как снова себя про и да по итогу нас их снова играет все-таки на энча антрас а глубоко исполнять на шаду шамане ну тут два героя в его пули и проблема кстати огромные у мейера по итогу это минус doom вот так вот на фей дел легкая фбшечка очень легкая сейв с веткой продолжает колотить их снова выкидывает бревно снизу линию поставили g2 айджи себе благодаря тому синтреку как раз таки комфортно тоже лейнет ну а на меди на синтусе я пока 51 оймбер спирита тоже 51 тут целом мид матча по крипам я думаю в перспективе за гпк должен побольше он на фармить и потом что здесь тоже делать здесь тоже хорошо на самом деле не стоит такой же эти ой-ой-ой проблемка живет марс живет так вот да бубоко это тоже шаманчик опытный скажем так поэтому тут можно было и так и так и в принципе мы видим что все-таки шамана отправили на бот стоять но это нормально это абсолютно нормальный опять же как я сказал сделать так как им выгодно а вот ну и посмотрим как себя проявить жить и на марсе опять же настолько марс сейчас вписывается вот в эту мету я даже поделюсь еще такой фишка который в принципе наверное многие знают сам лично очень люблю ты часа с память причем что на пятую что на четвертую позицию но марс это один из лучших героев против течиса почему потому что он буквально каждым с полом останавливает течиса в полете когда он использует бластов и очень из-за этого неприятно играть против марса на течис это больше на лайнинге чем по игре игре в целом ты же не можешь когда ставится арена запрыгнуть это да ну вот поэтому тяжело так то один в пользу а джи 2 милишника на топе бы быть тем пока немножечко страдают 82 по крепам удумает не совсем хорошо наверно не то чтобы он хотел но дом обычно не выпадает по игре за счет 2 ура поэтому даже не самый лучший старт на лайнинге потом компенсируется пл тоже не куривай фолл забирают 75 у него там бобоко заснайпил курьера на боте поймал ну ладно в целом как дела у нас по крипам обстоят пока что может быть думаю забрали но при этом при всем пл не то чтобы хорошо качается как-то момент времени вопрос времени с пауза пока у нас в игре вот в боте при этом у тбс фармом все великолепно в миде пока что зев себя чувствует превосходно но это начало но просто из того что я хочу отметить именно данных и тусей с 5 крипов за динайл а вот могу сказать что недавно опять же комментировал и смотрел в целом другие игры и помню как там и скажем так другие аналитики комментатора оценивали зевса есть скажем так фан база у этого персонажа конкретно зевсах да 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 и прям очень рейтит этого героя что вот сейчас он соберется вот этот билд через манту что он начнет там с руки много очень бить фармить и на самом-то деле здесь себя хорошо показывает конкретно в этой игре я уже сказал да против террор блейда есть чем играть у китайской команды вот но посмотрим как они будут сражаться с джипе кей потому что не даться недооценивать данилу скутера или просто данилу спутина нельзя ни в коем случае согласен все на плечах гпк как он минут там вот 10 по 15 может быть по двадцатую что он будет делать как это время пройдет насколько полезно насколько он сможет реализовать своего героя в этот тайминг там дальше уже будет понятно на топе x но вы сильно пробили мира добивает их снова хорошо и скилл и для бб они счет размочили кентаврика еще прирученного забрали притет на линии да такой произошел сначала одного забрали потом другого правда дума забрали в тот раз но я думаю что сейчас уже мира все под контроль будет держать подожди я правильно понимаю что он съел крипа который с этим с регеном скиллом до моему да да прикольный тем пассивно регенится знаешь такой особо не агрессивно пассивно еще и активно потом на него выходят подожди подожди тут проблем могут быть был пока прячется земелька то уже второе пока уровне да так и есть она работает и маны прячется в деревьях до уходит использовать допик прилетает кто у нас подожди бабок прилетает что ли на то что то шуман переместился а энчантрас энчантрас подмит вообще куда-то выходит в это время интересно чего хочет и неча интересно не пострадает ли за это марс да и марс пострадал же идти забрали энчантрас со вторым крипом хочет подушить гпк гпк как-то очень символ так стоит себя за елками за мышкой родненько да 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 не то что и вот марса кстати вот по такому поводу хочу сказать как игрок на марсе то что масса оставлять ни в коем случае одного нельзя потому что герой безусловно очень сильный может соответственно ли не доминировать играть но как только его покидает тиммейт на линии вообще играть невозможно а вы еще должны учитывать что там андайнг который герой в принципе эта история про линию про ленин и мы видим как марс по итогу по крипам страдает если посмотреть на творцы секунду здесь на сторон то находят но рядом есть же пики подцепили зевса огромный проблем на фото сей будет у него хэвэнли джамп попытка улететь телепорт и контроля к сожалению не хватает здесь для бы быть им поэтому уходят персонажи китайского коллектива параллельно здесь сейв пытается подцепить их снова тут также уходит отпевается флаской да все хорошо и миера параллельно в топе еще давит и опять вынуждает мане убегать там уже 3 земля очень больно пелечку даже при том что соло мира здесь его прошарит если будет еще конец апарт помогать то у фантома еще больше будут проблемы саппорт и на активной руне помогли оба бы тем контролю руну и теперь нужно идти за своей виздом руной очень много всяких саппорт ских дел вот в этот тайминг нам подконтролить туда прибежать не о чем не забыть объект много на карте да поэтому надо все тайминги соблюсти вспомнить к я новый патч выходил там у людей глаза округляли столько всего нового работяги думаю как же привыкнуть к этому ко всему но понятное дело что для игроков скажем так высокого уровня это наоборот все знаешь приятно наверное да больше экшена больше чего-то нового именно на карте было в этом плане круто в облака снова перетягивается на топ здесь же рядом сейв попытка как-то напасть на мир ну как будто бы она того не стоит а там уже и торонто токио притягивается ставится том стоун эвалан залетает пички очень болезненные с дерева в данном случае с палки и при этом еще и gpk сюда подтягивается да и у их снова тоже огромные проблемы и по идее должны забирать есть ремонт нам это фраг и получается фраг от бы быть им отлично сыграно 4 1 счет к восьмой минуте классно и пока на месте активничает а это еще даже не десятая минута теперь уже саппорта могут снова выйти под активку на восьмой сейчас она появится за контролить на синтусы снова выгнать сми до приходится ему отпрыгивать на хвали джампе и активная руна скорее что достанется бы быть им даже гпк что еще хорошо нам получше но и собственно вот над ворс и на по которой хотел сказать немножечко проседает же какие со старта да потому что все таки вы прессинговали там мид герои стягивались но так или иначе зато даниил уже по карте начинает помогать своей команде что самое главное doom топ-1 от ворс при этом у night hole на линии все великолепно ну и далее вот у нас был немножечко ему не достает как раз по на форсу также как и марсу и можем сказать что очевидно да бы быть им ленинг получше организовать для себя на этой карте но они и славятся этим а тут они еще и против аутсайдера так нападение через дом на фантом лансера телепортацию прожимает но дамы же очень много и погиб а он бы не выжил а тут арена ставится сразу же тераблейда тераблейд получает хексом тоже становится уже практически афк ничего не может сделать там буду тоже забирают команда инвектус гейминг g2 инвектус гейминг у меня вопрос а зачем же report почему потратил целом да конечно это такая глупость очевидно что он и так там умирает и он просто завести лтп теперь ему придется пешком двигаться в сторону не за линии леса это это очень важный грубая ошибка от маны напомню до недавнего времени это был лучший керри игрок китайского региона но сейчас сами вернулся и возможно он его подвинет в этом пуприще по результатам команд если судить то уже подвинул ну да она так и вышка забирает и ты знаешь извини что перебиваю в этом плане конечно ами очень классно устроился да если перетянул от себя там лучших да да но типа ситуации если помнишь изначально же же рейтом прошли по поинтам и пт да если про тур потом поменялся тк по итогу то все получили экстрим хотя казалось бы изначально их тега не было да потому что на пойнте закрепляются за большинством игроков которых собственно оказалось больше соответственно ами как бы не играл а по итогу получил уже изначально очень много поинтов и стал принимать участие крупных турнирах то есть в этом плане ами как бы систему получается обошел ну как говорится ему можно но при этом они быстро надели доказали что не зря все это было знаешь было бы странно если бы они там начали лузать все турики на которые там отобрались условно да вот так вот по очкам там или еще что-то так они показывают хорошую доту поэтому не зря не ами круто играет да это было видно и последним играм которым в принципе везде играл смотрим тем временем коэффициент побед на карте 1 и 5 на бубитим и соответственно 2 и 45 на g2 ай g да в принципе коэффициенты отражают действительность параллельно нас тут забираются стаки их снова смотрит что же на там на хайграунде происходит у оппонентов и просто отдает здесь сатирам учителя вот так вот подарил только что золото и опыт оппонентам гпк выбил нейтралку взял себе бабл тот самый расхайпленный баба кстати немножко поднерфили до последнем патче но все равно его не перестали брат все равно ищет крутой почему бы и нет просто меньше регена стал давать но ищет позже обновляется чуть больше времени нужно чтобы перезарядить так на мейера немного огрызнулись он ступает у него есть дом правда недостаточно маны но если что там лотус нажмет как-то на развороте еще и подраться сможет 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 и причем вот мера как раз играет так как я говорил до этого как я хочу видеть дума в этой мете в этом патче без какого-либо хэнд оф майдос да он покупает именно быструю шиву быстрый блинк чтобы активно же брать дефолт нет на дума так в том-то и дело понимаешь что это дефолт да что дум сейчас ты типа не жадный персонаж это персонаж который быстро покупает шиву идет играть с командой но мы смотрели здесь на стриме за играми от эфа мы смотрели как играют другие дум у которых не лучшая линия и они все начинают покупать медасики вот это мне как раз не нравилось и возможно именно поэтому думаю проигрывает у нас так много но вот здесь мир принимает решение как раз таки билд сделать активный быстрый мне это очень нравится но у него и линия хорошая при этом то есть обычно может если у тебя не самая лучшая линия ты хочешь с медасом камбекать знаешь там как затягивать а тут конечно он топ-1 нет раз взял дискорд готов душить готов нападать и дальше под саппортов находить киллы под дискорд в общем туда и от плейстайла игроков зависит и от положения на линии в целом от многих параметров согласен что уже привычнее видеть дума без мидаса вообще хэнд оф майдос сейчас знаешь вот тоже обсуждали уже эту тему на трансляции сейчас он не актуален это не метовый артефакт мы его видеть можем буквально на паре персонажей мы обсуждали на ком на арквардане и еще кого-то там называли но точно не на думе дум обычно любит хоть шиву но однако иногда все-таки на думе и нас появляется показывает нам что появляется снова артефакты параллельно нападение с блинка как раз таки на зевса отличная инициация и фраг зарабатывает мир тут же появился даггер нажали смог реализовали даггер дум все как по книжечке все отлично находят дальше еще и шедоу демона бабок откидывается фиксом гпк не стал его преследовать а зачем если можно переключиться на вышку просто и под на и фола под метаморфозу постараться лучше забрать обжекте в какой-то это полезнее чем убить просто саппорта да да перетянулся на фу под мета вышка падает очень быстро при этом смотрим к бэмбер эмбер не отказывается от венец как так патча это у нас получается мыть слэйр и в целом абсолютно он оправдан в данной ситуации и я так понимаю там у марса появляется блин даггер с учетом того что нажимают смоки наверное да да вот видим теперь же попытка от джету что-то сделать джету айджи попробовать найти килл под этот даггер но и все равно тяжелее дом все-таки супер активная кнопка для соло таргета с ареной марса тоже можно и нужно как раз на думу нападают на мейера аренка не ставят ничего не делают откинулись хексом поставили змей к шамана в общем не стали тратить арену и просто забрали мейера через пару кнопок обычных до сейв пытался пытался помочь тиммейт но никак не успевал идея конечно неплохая подтягивается фантом лансер с пачкой крипов и будут сейчас вышку напрягать пробивать и возможно заберут даже потому что но не самый удачный мастер пенвар да потому что не достаю до вышки буквально парочку змей достает ну ладно хотя бы так но три змеи если бы то есть 4 4 4 змеи но вышка должны избирать параллельно с уж там подцепили щитая не оставится там топ слоу на хайграунд таро токио нажимает ультимейт хотят подраться дум появляется через пару секунд зачинили зевса шаманчик уже в таверне и дальше погони ставится арена копье хорошая джеки однако на винтовс и отсюда никуда не уйдет еще один фраг зарабатывает бабу тим джеки а вышку потеряли а слушай так и еще на заданная да и по итогу не так все плохо очень дорогой тавер вышел для джеки при том что еще и денег за него не получили просто открыли вышку но и так мы знаем не самый важный на объектив на карте в данный момент всегда эта вышка она так не особо рейтилась но когда карту сделали больше тут уже вроде бы и эншентов больше и вышка поважнее стала раз на между эншентами стоит но все равно про нее говорят как такая бесполезная вышка которую лучше не дефать где-то за не лучше не умирать а вот тут же твой джи решили за не умереть но вот как-то дам но при этом при этом при всем до хорошей на творце думаю да хороший на творце у террор-блейда но обрати внимание на фантом лансер у фантом лансер то в этой игре все неплохо по итогу да начале он страдал но на творце уже больше 7000 не то чтобы как-то безумно сильно отстаёт и главное что агонимчик имеется и соответственно дальше фарм только больше и лучше будет становиться у мане целом неплохо так здесь хочет сделать себе монта стайл сразу же после филактерия дума рвался с думом на зевса стан по моим отлично но еще чем-то чинами подцепили замечательно будет минус зевс сейчас минус бабок а тоже жить и жить и улетает на телепорте хотя бы он выжил но тем не менее инициация по быть им шикарный великолепный врыв от миера здесь только-только похвалили немножко не получилось но не суть важно врыв потрясающий подвижный опять же который был заранее поставлен дайс обратите внимание там есть вардик на хайграунд вот баба тим и пожалуйста вот она атака контроль карты великолепно все делает баба тима пока что доминирует на этой карте все под контролем до фантом лансер качается но потихонечку мы видим как захватывают территории на карте баба тим и играют первым номером тут уже полторы тысячи золота у сэйва на руках и скоро появится второй даггер на команду баба тим что означает еще больше инициации и экшена от этого коллектива ну а домчанский уже постепенно в бкб выходит не стал быструю шиву какую-то делать он такой более жадненько более чтобы на себя с бкб шкой но тут и и неплохо знаешь наверное вот они хорошо чтобы он будет уверен в тем файте да как бы его не закроет марс да он сможет всегда пройти сквозь арену и раз это не будет держать да 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 пока тут у нас же пики подставляется ему помогает команда слушаем просто выходит ставится при этом том стоун подтягивается манэ ломается там ба там бой пожертвовали получается но при этом не смогли даниил с путина забрать будут бить вышку получается хоть что-то надо забирать здесь надо знаю что нет дума нет там бы пробитый эмбер поэтому вот так вот без боя там разбирается но опять-таки бб нет смысла за табор дфц и фидить все равно они вражескую вышку уже открыли у них все отлично у них три калида на 18 да это немного но игра под их контролем одни будут от своих таймингов от таймингов скиллов от таймингов предметов честно мера возможно будет нападение нажимает даггер и уходит далеко-далеко за рожь мира почувствовал на проскали листов и нас берет его тут дышать еще и узнавала на нас на шамане как тебе ну на своей волне свой вайпу в той же опять же опять же хочу сказать о том что late game если прям игра затягивается как будто бы за ними то есть у них действительно очень сильные персонажи но и у баба тим все в порядке и вот даже не знаю до хендов майдос даст ли он опции в ближайшее время наверное бога принял такое решение потому что уже стартовые какие-то там у него есть за тар какой-то да но вот а с мидасиком соответственно он будет набирать все на дистанции по опыту под денежкам больше но честно скажу мне не нравится мне не очень нравится когда пойдет может быть на шамане это неплохо может быть сейчас я говорю одно да то что вот не нравится не лучший выбор а через 25 через 30 минут этот мидасик полностью окупится все возможно бкб уже у nightfall а вот он мидас на шамане знаешь что насчет лейта непонятно так тут затаился gt под вардом своим команда к нему тоже подходит видим на мини карте как возможно будет нападение на мейера но это байт ведь гпк в спине тени тоже вот напали на мейера главное теперь как-то ему помочь чтобы он успел раскатывать doom на кого-нибудь успел выжить отменил doom не стал его давать gt в целом выживает мейера отступают от сюда g2g да и сейва пробивает есть замедление диффуза прижимается смог параллельно nightfall там у нас встречает героя это торонто токио он успел поставить томстоун забрали шамана быстро однако иллюзии было как же сильно не бьют на кто за и подходит и получает просто дум отличный таргетинг от дума просто потрясающий и nightfall на всякий случай нажимает таково чтобы выйти амана идет дальше манна понимает что он очень сильный но как будто бы здесь уже драки никакой не будет почему замедлился во время своего спича потому что не хотел говорить дум дум ну ладно неважно момент неплохой момент неплохой для баба тим потеряли андаинга при этом забрали кора вражеского и как-то очень неудачно нтс зашел файта за это был наказ но постоянно вот так и происходит что ловят дум дают неприятного против дома играть на любом таком герои медовом тут усиление урона лежит на нижней руне можете вога пока забрать видит дает ремнан чем должен забирать правда не ботал положила сразу же активировался но тем не менее 21 минута 12 6 счет в пользу бы быть им 2 калида за ними был большой в этом ты прав но вот зевс он уже отстает сильно да как-то проседает сильный нтс но мы напоминаем о том что фрибет 3000 рублей доступен всем новым игрокам друзья поэтому переходите по баннеру по трансляции используйте праг промокод пара дота ты конечно же насладайтесь игрой остальное за винлайн мало того актуальность зевса пропадает еще потому что все больше больше бк был бы быть тем уже не говорим про дома уже не говорим про все это то есть тут по сути даже дум давать не нужно в зевс у тебя есть бкб-шки тебя есть матч-слейер зевса так не дамажит тебе надо дать дум в идеале в фантом лансера и выиграть драку да и там рошан тем временем забирается легко и просто тут вообще никак бы быть им подраться не могут пользуются этим китайский коллектив не медленно скукать его дам нормально нормально слушать просто про фармит за это бы побольше я думаю столько ли даст а егис джи джи посмотрим если как-то они смогут его круто реализовать ближайшие пять минут то тогда да да если это будет такой эгис как вот мы смотрели от life стиллер там первый в прошлой серии до или вот подобное там моих особо не реализовывался а что там у матвея умера смысле да какие у него портились у него там вот бакен бар недавно должен был появляться да и шива но наверное уже пора дашь его купить потому что пэйл уже подключается к команде у оппонентов там тем более уже эгис пэйлу отдали то есть он точно будет играть с командой но должен по идее да по хорошему и шива уже нужно да поэтому я думаю что шива дальше будет появляться в тем временем nightfall продолжает фармить искусно много и дальше планируется баттерфляй забирает себе из дом руну но и также забирают всей команды здесь тормянтор торонто токио умрет и так понимаю дефолт дефолт даже подождали они знаешь они уже решили пускай уже да как уже все это классика это абсолютная классика я думаю что отчет уже взорвался вот нереально простым образом в очередной раз еще ульдивса сверху залетает да потому что увидишь что тормит разобрали это тоже база своего рода здесь просто обязан прожать вильтимейк только видишь что тормит проход забрал и на самом деле даже тормит был близок тому чтобы его забрали сэйф пармит июл причем во вражеском лесу так находит где покачаться чтобы и у своих не забирать при этом у врага где-то фарм подстелить может быть еще линии толкнуть возможно его найдут возможно его заберут тогда назовем это space credit правильно вышел на матч в любом случае спейс да так подожди сэйф ага еще и успевает улететь улетел отлично подожди у нас опять этот билда через брошку в очередной раз но судя по всему да я вижу как байджете действительно это опять будет марс через брошку если игра затянется там будет появляться divine рэпер ну короче это мы уже видели все равно вот постоянно делать этот билд но насколько же он опасный вот я смотрю на резки про то что как это мем на выглядит ворвался убил героя ворвался еще до покнул двух но насколько же это все-таки опасненький билд когда вы команда аутсайдер но тут вы либо удивляете этим билдом и жестко переворачивается игру либо это будет поплава какая-то напальная зевса до выкинули его очень легко его заберут даже не нужно тратить особняки ультимативные но мету потратил nightfall разве что и надо теперь пойти вышку попробовать по пушить там сколько здоровья вышки ну кстати много на самом деле и там враги рядом так-то опасно может быть номера в позиции идет манэ манэ напоминаем с айгисом смантой забрагет миера неудачный стомп манэ мужик от bkb т.п. даже может быть стоило нажать нажимается сейчас репорт на хайграунде и улетит отсюда думда и том stone потратили тамбу сейчас сломают ну ладно могло быть все гораздо хуже вообще было близко даже через bkb т.п. его чуть не убили просто при помощи урона физического обычного но все-таки успел улететь такая сэнш да да планируется эмбера но это нормальная тема у нас опять такой получается магический немножко эмбер спасище не знаю вот насчет молний как-то вот на эмбере все реже и реже мы видим этот артефакт и видимо не так это и нужно все-таки немножко другая задача да в целом в принципе эмбер не так плохо смотрится против фантом лансера посмотрим как то будет на дистанции но пока мы видим как продолжается айгисом ну как бы контролировать происходящее на карте марс джеклайсы да и джеки просто запрыгивать и сэйва скорее всего заберут опять не такой вот наглость знают что могут это сделать пока нет метаморфоза у тебя пока есть у самих айгис нашли героем нашли келлю дальше 2 забрали бьет немного три таборки хотят стянуть на основную часть команд рубите и мы после этого уже может подходить половину вышки уже забрали а bb все телепорты не нажимаю вот этому проблема дам и как будто бы с этим полом драться ты не могут сейчас и по итогу минус т3 появляется потерпевать фолла глиф артификации присутствует падает барак надо бы как будто защищать его но пока что глиф не жмется есть reflection эмбер из печень и минус барак вот сейчас только запрыгивает ум стомпит окей фэлл забрали один раз если как-то его не законтролить бакбешки жмутся успевает нажать доппели отбегает дум пока на него не навесили под форстафали еще монета он откидывается копьями дальше идет гпк за монетом пытаться догнать максимально впрыгивает доме ра надо нажимать кнопки прожимает стан убивают монета дом при этом не потратили ну вот это уже хороший момент для быть им толкать эти линии дальше пока метр работает как будто бы можно прямо на т2 пойти по миду но nightfall не собирается подобным заниматься судя по всему да все таки не не идут но далеко на далеко пачка далеко там иллюзии было еще все это время стояли убивали крипов какие забрали плана слушай по сути потеряли сторону до обратите внимание на барак базу большом стороны нет барак скажите пожалуйста нам сторону где бараки бараков там нет по идее на миде есть большой барак большой есть но пополовину все равно неприятно то что барак один упал vision кстати говоря данным показывает уже не сняли об сервере присутствует ну я думаю тоже это но и поэлла не так плохо для бб вот этот один барак потерять маленький все равно обидно конечно ладно это центральный коридор не сайт линии да поэтому не так критично но все равно очень неприятно а по поводу нафинтусе и медленно конечно у него артефакты появляются от 10 ждешь все-таки большего какого-то темпа в плане появления артефактов пика уже давно должна быть но только в процессе пока две минуты до минимального таймера на next рошана еще долго нужно качаться какой будет ответ на бабочка поэлла блаторн или что-то еще придумают не пока тараск то есть ответ на бабочку пока нет я даже не знаю шива вот я жду шива у шива скоро будет у матвея так что нормально в принципе будет опция опять же против того же было бороться но видишь да какой является проблема все-таки фантом лансер не первый раз уже это мы видим на данном по крайней мере турнире говорил о том что пл герой ситуативный но против иллюзионистов других он всегда но он самый сильный иллюзионист вот получается это местный будущий хокаги в рамках дот противостояния смотрим если эту карту хотя бы не говоря уже серии в игры это может быть и да можно будет наградить его этим титулом но пока рано пока рано об этом говорить то что 15-7 29 минута чуть меньше 1000 лида за бы быть им с одной стороны можно сказать что игра в нуле но все же пока не будет ответа на бабочку т.б. и пока есть doom я думаю б.б. шансов больше сделать к этому в грамотный крутой данные коэффициенты у нас тут смог прожимать бы быть им на варде нам показывают возможно это даже происходило до 2 и 2 на бабу тиму 165 на g2g вот так вот и в принципе как бы не поспоришь да с этими коэффициентами и смотрим смотрим как бы бы идут в атаку если получится быстро какого-нибудь героя поймать убить но вот и не это не лучшая цель но хоть кого-то и читают читают это все же твои джи потому что вардик стоял да как мы отмечали на хайграунде не поставляется поэтому маная и он залетает но отходит и при этом есть копьё джеки тоже не лучшим образом кнопки нажимаете сэй просто на блинке уходит минус арена марса нужен варде какой-нибудь либо бы вот прям на эту горку например чтобы остаться и принять драку видимо вардика нет они поставили там между товарами т2 и т3 на топе чтобы кого-то подцепить не удалось это сделать теперь переключаются на т2 табор тут зевс очень быстро распушил пачку поэтому попушить тоже не выходит гпк скипает крипов на топе чтобы пришли туда союзные можно было спушить хотя бы т2 в топе что-то нужно делать бобока вон сплитит бобока вообще он на своем вайбе играет качается 10000 просто есть хорош хорош был на самом деле это очень опасный шаман потому что он как раз при фарме я говорил да что если гроз тянется там не дай бог десятая минута именно не дай бог для дуба и суть в том что у него же реально потому что появится аганим рефрешер тревелочки он просто соус может вот так вот постоянно пушит линии и в конечном итоге сломает базу оппоненту поэтому шамана этого недооценивать не стоит есть тараска на поле джейте скипнул пачку в миде но т2 табор там уже уже твой g упал в любом случае на топе тоже сейчас заберут вышку бы быть тем что дальше а дальше уже игра под второго рошана который стоит ждет кто же к нему придет его забирать for всегда на шамане появляется окей но полезный артефакт безусловно вот кстати после форса что интересно захочет себе глубоко посмотрим будет ли что-то такое ага ну пока что линз окей это нормально и брошка на марсе таки появляется интересный выбор у эмбер спирита выйти в радианс так поздно но против пола наверное неплохо тем более что радианс под бафали и вот смог на смог как раз тот самый возможно важнейший файт в рамках вообще этой карты за второго рошана да вы бы тим заходит рушпит ставится том стоун и китайская команда идет и мы готовимся к тифайту прожимается ультимативный одесса показывает оппонентов иллюзии пэйла скаутят также люди тб тоже в позиции прожимается мета от nightfall а жить и смотри по какой траектории идет в спину готов врываться видит курьеров но противников пока не замечает плохо что у nightfall а работает мета ворвались поставили арену прибили пока только до вандаинга словили при этом сейва сейва очень больно сейчас нашпиговывают импетусами тот пока в юлах полетал сейфа был успел выдать живет все еще захилили его nightfall под бкб шишка идет драться почти убили бабоку но те тоже скрылись герои g2 и g в кустах друге никого не забрали при этом разменялись кнопками погоня за пэлом который под думом вот это опасность настоящая вот это провал для g2 и g и raw соло получается файт выигрывает если так судить его студ же типы сейв типы команда но так получается да реально соло выиграет файт находят самый нужный таргет как манэ подставился не совсем понятно и по итогу кривой выход получился а g2 и g они отдают сейчас рошана они не могут за него драться барак меди упал в это время крипов я смотрю очень много об этом хорошен достается и гиснайт фолу возьмут еще баннер что с бараком на миде убыть тем они вроде бы ставить крипов там было очень много том что он еще решили поставить ищут героев они пытаются найти бабоку кстати попадает эволансом до бабок кто находит есть и у и все пас джеки вышел помочь слушай но вообще того на кого нашел да 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 подходит подожди довольно забавно на все это смотреть джеки прожимает бы к башечку вкинул свое копье и улетает бэкбэт паут боком ансит манте его все-таки да тоже достигает хара от дума а я правильно понимаю что у торонто такио пайп или мне показалось надо не смотрел на самом деле мне показалось там пайпу анда инга да да есть да да папе слушай pipe это круто это очень круто против зевса против того же марса там тоже магический урон так что нормально 17 9 по деньгам все еще равенство между командами но ощущение будто бы бб все же играют по уверенней с другой стороны стоит отдать должное джетту айджи они ну аутсайдеры мы про них говорили уже сколько раз что они на последней строчке турнира таблицы бб на первом месте а игра на 35 минуте абсолютно равная с небольшими такими качелями перевесами да то в одну то в другую сторону но тем не менее но если манна на самом деле будет подставляться под дум то будут проблемы уже твой джек конечно этого делать не стоит но джейте все как бы уже понял про эту игру когда кстати потрясающий 015 у марса и ставить себе divine рейпер в квик бой ну что мы готовы к этим врывом и вот этим газ ребюкам который сносит там почти все здоровье героем я всегда готов готовы бб тим вот чем вопрос на преимущество действительно 0 для 36 минуты и ты знаешь я уже начинаю думать что хенд оф майдоса глубокие гениальное решение по ходу да по ходу действительно на опыте просто боракс понял что ребят ну тут как бы долго игра да я пошел игре все и покупается перчатка все чего она касается превращается в золото и там flexi просто под музыку шаман фармит крипочка сюда этот артефакт я к себе беру то что вы услышали значит это мы запишем не надо это записывать есть айгис надо идти нападать там ультимейт от зевса и кого-то могли подцепить да зевс находит на в тусе подставляется в той ситуации когда казалось бы вообще нельзя умирать и до должны его сейчас забирать отправлять в таверну если байбэк на байбэк есть но в любом случае это очень неприятно не хочется в такой ситуации байбэк отца вот возможно же 2i g как-то перетянут просто противников на хг за счет огромной почти крипов и вардов шамана приходится улетать быть тим дефать свою сторону снизу при этом бабок еще и остается так знаешь поиграть покидать хиксы на глеймер отступает на форстафе это это ниндзя это какой-то гений а не бабока а и все-таки словили вот если бы выжил было бы оверхайп ну ладно за то время очень много выиграл ну да да слушай ты не просто выиграл он там еще и вышел да 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 так то больно больно очень бараком кто-нибудь помогите ты посмотри барак почти упал глиф даже прожимать это забавно слушай что-то так бабок а в итоге получается большой проблема очень для бы быть им но знаешь поиграем еще минут 5-10 он я думаю марса догонит по нет просу со своим меда секом если марс не начнет делать киллы с брошкой рапирой то точно догонит это тоже аварабиры там еще долго мне кажется там ему еще 1000 2 надо как минимум ну да даже больше даже больше рапиро 100 штука не дешевая на самом деле вот опять же здесь по крайне по крайней мере в этой игре ты смотришь на этом марсе ты понимаешь что мы здесь точно увидим рапирку и туда с брошкой сколько мы ждали на фантом киатами подобного тут все все будет осталось немного получается ждем дома по 19 левел есть у него кнопка ультимативная заряженная нужно только как-то стакнуться распушить линии бы быть тем чтобы их вот так вот постоянно с одной и другой стороны не перетягивали ну и наверное пойти во врагов пока у вас аегис пока вас кнопки пока еще нет на марсе рапиры травола на шамане ну да 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 классика я даже удивлен что посмотрел очень много покупает вот этих вот артефактов да именно на мобильность на какую-то помощь но так или иначе рано или поздно аганим рефрешер что-то подобное она будет появляться заканчивается аегис аккуратно играет сейф спалил оппонентов и уходит чтобы не подставляться и тем временем дэйдоллс уже почти готов у nightfall дом делает рефреш еще далековато до него но в планах имеется на дэйдоллс второблэйда готов как ты подметил все равно за б.б. боятся пойти что-то сделать они качаются качаются качается ждут рейдинс номер спирите долго конечно рейдинс появляется в этой игре уже 39 минута мы только сейчас ну ладно так или иначе против фантом лансер это работает в теории по крайней мере а там пасхалов работа торн и это уже значит что скоро отключится бабочка по сути пока боже есть сатаник тоже планируется ультимативная девца проверочная залетает продолжает был толкать линии немножечко бараки пробивает о чем барак ты ниргенец это работа бубоке того самого на топе тоже сплитит бы быть тем уже стараются как тут еще перехватила этого терраблейда его иллюзию и активно формирует крипов я тоже была торн к слову делает есть не хипер стоун уже будет накидывать нормальный к снова есть встреча подловили через дом убили джей ти но вот с одной стороны хорошие кило с другой стороны это же дом был он да ладно слушай дум жалеть с акторином то тем более нет смысла и самое главное что слава богу слава богу лучше идти не было рапиры потому что представь такой ситуации было брать и не но я думаю как только рапира появляется там все инста в пятером только собираются и бегают чтобы не дай бог ее не потерять хотя кто знает мировое взаимодействие кулки и вот такого марса с рапирой под x-mark вообще имба да 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 это действительно сильно ну а тут мира теперь подставляется однако есть бкб фэйзы выходит из-под ультимейта шамана нормально там язык растянул зерой у бубокие но бог хорош конечно вот да все таки выходит doom ну и к слову ага кстати про то токио тороте между тем уже почти с аганимом и медленно наверное торонто токио превращается в торонто чпокио и там уже просто огромный будет ходить зомби будет танцевать и будут страшные вещи на экране творится готовьтесь друзья вот уже огоним в принципе по финансам появляется уже летит уже летит действительно так на осмотрители перехватить здесь торон дачу по бука в самоке точнее в своем нинджи гири скроме доска откатиться делает бкб чтобы ему не так просто сбивать него шекл или просто чтобы отступать под бкб на каких-то таких тоже сплит пушах видят сейва меди хотят ли напасть на него да вряд ли наверное да не то чтобы самая какая-то приятная цель для нападения сейф вообще бегать скаутит смотри как он играет опасно у него гием приятно его убить будет если получится да 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 пачку лакушал отошел смотреться что старте братья не долго они держат у себя этот баннер ну потому что жима не хочется тратить просто так ты его ставишь очень легко можно сломать надо умом типа пользу воспользоваться им ты лучше обрати внимание что у нас сейф потихонечку начинает скоро выходить он уже купил себе саблю и дальше планет победил заходит в шпит бы быть им но g2g к этому готовы смог но не успевают g2g подойти в момент когда рашан собирается но все равно нападает врывается длитель брошка есть как вы нажимает арена по двоим жпк и много урона по найт пол его сейвит там бой торонто токио он уже с агонимом ходит огромный и при этом огромные проблемы могут быть у марса запрыгивает бобока его держат под контролем фантом ланцев тоже врывается в пайп понимать если команды что надо отходить драться здесь неудобно при этом учу оставляет пока вышки потратили бы быть им целых три но при этом отделались легким испугом бабок сразу травола нажал на мид нас положил там наверное свои змеи или что или хотя бы просто шардовых змея ставил попытался короче он барак подпушить стянул сразу же nightfall который прилетел и разбирается змейками довольно сильно подпушил я хочу сказать на регенции но барак но он стоит у вот это конечно да игра чуть-чуть не успели на самом деле дитой джей да здесь оказались конечно бы быть им попроворнее ну а на самом деле можно был успеть фрош пид ну как вышло так вышло в бок при этом продолжает очень активно двигаться по карте и улетает все-таки улетает преимущество чуть больше 11000 и вот сейчас конечно как будто бы бы быть им ну посильнее с айгисом согласись ну конечно там еще и два дума там же рефрешер с этого рошана уже встретил упал так куда он его отдал долга пока до долга пока ну допустим или два дома или много ремонта пока башка дополнительный у гпк короче повара по очень сильные 11 фрешер на думе а он уже свой просто довез пойду да 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 не это понятно и аганим на торрблэде еще появился я тоже видел в общем заряженный бы быть им нужно только найти какой-то пиков можно думу же тратить в кого угодно если что на тимфайт потом останется 2 doom смог есть у теника скоро наверное нажмут раз пушат пачку и нажмут на тени продажа кристаллис вот о чем ты говоришь что он прибывается до всеми кора конечно там на самом деле довольно таки неплохо можно дэмоджи влить так ну и что и да тут уже дота 5 идет потому что нельзя на такой стадии скажем так не вместе играть позволить может себе условно там только в убоке да на тревелах поспитить линии как-то заставить оппонента стянуться но джпк при этом да может тоже активно по карте двигаться за счет ремонтов и вот он был бока на топе толкает линию и обратно побежал классическая ему к да 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 чтобы никто не поймал ну и посмотри у нас да где находится собственно основные силы бы быть им тут маны кстати тоже агрессивно вражеские плави не играет не джигирс пользует иллюзии отправляет чтобы просто линию да здесь пачечку скипнуть выбрать тем хотят заходить они очень хотят подняться на и фол нажимает такую мини мету ненадолго а в это время погибает гпк опасно сэйф варенье бабоков юлах летает как так-то но дохты по боку разменяют но на гпк размен такой себе ну да 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 слушай классно здесь играли джитой джи подловили и там если что мастер не просто так нападал он же уже с рапирой поэтому урон действительно много если файты к посмотреть покажите нам сколько там дэмджа марс внес я думаю там большое количество ну как вот там почти 3000 урона до 2 рапирка уже в крикбай лишь бы не потерять теперь эту рапирую конечно иначе иначе все и ставится пауза пока от джейти куда-то вылетает бабу каилл дун ну ребята из казани просто играют мы уже это выяснили поэтому русская раскладка ну калей если что да это классика я думаю кто олд тот поймет то что там кале вот поэтому сейчас надо будет перезайти я помню как впервые когда этот термин появился еще давно давно на старых турнирах постоянно над этим шутили смеялись вот но когда это пишут на русском это становится смешнее это правда коллектив из китая пишет это на русском довольно таки забавно мне у нас у нас было пп в конце игры вот еще тоже было забавно от китайской игроков было был так а кто быстро перезаходит g2g думаю скоро будет продолжение данной карты это только первая карта на секундочку да уже идет 46 минут и фаворит не выносит вперед ногами аутсайдера интрига сохраняется до самого конца потому что есть рапира у марса несмотря на доминацию от бб главное все проблемы пофиксились на можем смотреть дальше за игрой но вот такие моменты да с тем что подловили эмбера и это конечно умом китайская команда делает это круто nightfall level 23 на 1 минута остается до дропа и гс неужели опять не смогут его нормально реализовать что прошлое гис что этот не получается подняться как на хг пятером стакнуться но без эмбера идти нельзя поэтому и отступают бы быть им линкин сфера у зевса и по разуму уже делает тоже скоро себе купит но зевс обрастает над ворсом да действительно становится сильнее при этом пл как мы отмечали далеко не слабый да у тб на творца много на это фантом лансер против tb однако в руках мира все зависит от дома да да так и есть многое ложится на его плечи на этой карте скажем так сатаник на nightfall и там усиление урона действует на фантом лансером думаю же скоро пройдет вряд ли его как-то получится тоже реализовать актарин прям актарин нравится так игра ко мне но актарин безусловно классный и смотри у нас сейчас момент айгис во-первых закончился только что во-вторых запрыгивает блок отцепляет эмбер-эмбер огромные проблемы залитает копьё на есть рядом тиммейт и джеки успевает пока параллете эмбер отличный nightfall стягив полиционные проблемы т.п. аут просто т.п. аут делать китайский игрок и снова начинается улететь ребраешь просто очки чтобы подцепить герои также буду тычу забирать это минус 2 и коры просто моментально на утек уходит сразу же тропают оттуда но когда у тебя рапира на марсе да ты тут врываешься видишь любая непонятная ситуация любые риски сразу же т.п. аут пока бкб не закончилась иначе г.г. не ожидали я думаю g2g просто что в полном составе практически будут б.б. тут и вот так вот примут отделались двумя сапами и вообще любопытно да что с учетом там то что эгиса оппонентов так нагда играют это не а я даже дроп но как раз по таймингу понятно но они все равно видишь в ходе с базы сказалось бы то не то чтобы у них все хорошо но при этом все при всем обрати внимание то что нормально не как зайти и бобы темных играл не могут тяжело против пл.а. такого огромного который призывает зевса да и рапиры на марсе то есть тут действительно без пиков они зайти даже при том что там пиков каких-то саппортов может быть сделают но они делают его далеко от хайграунда и пока ты там добежишь до хг уже саппорты появятся в общем рисковать не имеет смысла нужно дальше качаться и думать что делать подловить на ошибки или наоборот просто нажать хороший смог самим сделать крутой move 24 на 10 счет вообще не отражает на самом деле действительности преимущество для 49 минуты минимальная 9000 два слота каких-то да ты смотришь на пл и понимаешь что пл на самом деле спокойно с этим т.б. сражается просто драк нет потому что понимает прекрасно g2g что нужно найти именно момент и касательно в оба тим такая же ситуация да надо именно как-то кого-то где-то подцепить иначе нельзя никак там у торонто че уже скоро бы к башечка на анда и ноги он такой огромный с бкб не остановить его я всегда когда вижу таких богатых каких-то больших ханда ингов доктора бросают предметом всегда вспоминаю игру я меча огромный анда инги был нам с башером бегал четверка анда ингом был secret правильно про это вспоминаешь то и в п когда он тоже играл он тоже давла что же майн дайвингом да не джагер юзаются бегают монеты бабока за ручку к своему вообще наглец бабок это просто гигачат на этой карте делает что хочет ну и собираются вместе этой же в нижней части карты как будто даже какая-то вылазка не знаю выглядит не совсем для меня понятное но хотят видимо кого-то подловить надо машину этих просто над пуш линии да на бб не подставляется бы бы тоже аккуратно тут еще момент что следующий рошан мог по минималке встать об этом понимают же твой джи не занимает территорию снизу и рошан мы видим через 50 секунд четвертый уже появится снова с рефрешером будет с баннером аегисом конечно же павра по очень важны для одних для вторых выбор смоках сами хотят в кого-то подловить а китайская команда уже отошла и рошан при этом через полминутки да то есть видимо все сведется к тому что пойдут просто бы быть им рошана забирать снова и вот вопрос а что джи вообще смогут что-то с этим сделать как будто бы и нет как будто бы рошана придется отдавать но не пока по ощущениям и не хотят они опять продолжают сплит пушить фармить может быть ждут больше рапир на марсе и больше слотов там на том же по или и зевсе остальных героях так саппорты жестко скейлятся бабоку с медасом как мы уже отметили гигача таинча всегда была таким персонажем который даже при небольшом нет варсе но в лейте она выдает огромное количество урона на но и по итогу рошанчик падает довольно быстро и да действительно джи джи дайду отдают этого рошана но они не могут за него нормально подраться действительно потому что не дай бог там поймаешь думал да все это как я не правильно бока продолжает на заниматься грязью вот этой рефрешер уже пока что берет себе сейв слоты кончаются у коров бы тем нет рефрешер кристаллист так и не купил себе пока тени то ли еще будет внешнюю вашу дать вам и забирает забирать т2 посмотри преимущество вообще уже 5000 это же вообще но она еще меньше стала для 52 это уже не преимущество вовсе вторая рапира на марс вот что интересно гоу поехали ручки потираем третий рапирку давай в нужный момент не забыть там знаешь брошку не мискликнуть не переключите так ты же понимаешь как это работает ну хотя ладно я вот хотел сказать что вот он врывается и там просто невероятнейший урон залетает но при всем при этом я понимаю что так у бы быть им героя тоже очень плотный на самом деле 3500 там 3600 урона и вот нам показывает как раз об сервер а вот представляете теперь что это происходит как раз под этой рункой там да там там жесть там будет фокус исчезновением героя да 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 фокус хороший кстати но мы не будем так сильно акцентировать на этом собственно собственно doom понимает мира что на что-то еще придумать аганим вот у него over минг-блинк как бы в кубая да и аганим может быть аганим действительно поможет насчет того чтобы кинуть на себя и побежать не уверенно чтобы кого-то там задумать и все равно как бы аганимные ауе дается это всегда полезно в любом случае уже 25 левел у дома все классно боку продолжается при пушить такое ощущение что чтобы что-то смогли сделать бы быть тем для начала поймать бабоку на сплитпуш и начиника но бабоку не он как ты говорил ниндзя неуловимый просто бегает возможно это он именно будущий хакаги анима на скрытые в листве так сказать скрытый в ниндзя гири и в нем тоже подловили ниндзю ну и все он тут уже максимум просто времени пытается выиграть шаман поставил змейки хекс откинул и погибает 80 секунд а вот и поймали хватит ли этого пик оффа чтобы рискнуть и пойти с аегисом хотя бы чуть-чуть побить хайграунд команде g2g либо быть им продолжат бегать сплититься и ждать пиков на коре ну а егис чуть больше двух минут как будто бы хотелось бы реализовать его как то пока еще и героя нет может развести на байбэк там параллельно мимо просто там метро видимо пробежали решили не забирать планирует уже фантом лансер батарфляй себе взять вместе с аганимом аганим это понимаю поглотить ага подожди ты продал что-то птшка было что-то было что-то продал теперь есть если что можно будет аганима еще плюс вот так подожди тут у нас на фол оказывающий очень далеко как и вся тима бб просто они идут вот так вот заходит моментально здоровье порта при этом пока башки потрачены жить и ставит арену копье ультимейт от зевса пытается выйти теперь night волне оба кб все еще имеется и таки отходит вау они просто в наглую зашли за т3 напали убили героя но не очень быстро пиков но либо били байбэк при этом раз то байбэк не нажимает nightfall в мете но крипов нет крипу вот только сейчас подходит не знаю можно остаться ведь аегис есть и дом есть и все есть но все же решаем отступить до но просто суть в том что по такой игре как бы я уже говорил об этом да что драфта раскрывается как будто бы сильнее на самом деле у китайского коллектива этот был очень опасен очень опасен до прочнего езду до прочного есть опять же эмбер это бы в принципе тоже неплохо работает со своим рефлекшеном но не знаю как мне видится я уже начинаю опасаться даже этого марса с рапирами а там еще и планируется еще рапирка сколько рапир соберет на этой карте марс пишите в чате ребят или в целом сколько будет в этой игре глядишь кто-то еще и другой соберет не чандрас нас планирует патьяки разум глубоко движется к своему блокин барога не появляется имбиром ну в общем то да продолжает герой обрастать артефактами у нас уже скоро тир-5 шмоточки вот что самое важное не так часто мы их видим но здесь я так понимаю мы к этому все-таки придем и и как говорится кто говорил там про медас чё-то да бубоко вот но пожалуйста 57 минута но интересно еще знает что вот бабок с медасом такой большой and dying он же без медаса он просто тоже имеет 20 тысяч над ворса то есть торон дачу даже перчатка не нужно чтобы быть таким жестким сильным мощным большой большой зомби это правда а я так понимаю у нас у каждого героя есть уже бкб убыть им да 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 5 героя с бкб шками нет не так это даже привычно видите наш худ показывает не ари фрэш при этом я смотрю там у эмбра показывается сверху то есть него рефрэш остается до сих пор на да 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 у него просто он переложен в бэкпак как раз который с рошана они получили мы смог от житу айджи сейчас посмотрим может быть будет драка опасно ходить с хайграунда вот так вот но очень хотят g2 айджи какой-нибудь пиков найти опять-таки надеются на скорее всего разделенного отделенного героя вот общей пачки быть тем а вот если встретиться 5x5 даже страшно что тогда произойдет да да мы же очень много там больше 3500 урона залетает айон диск появляется онлайн тем временем там не джигирка вот вы у кого-то еще по моему прожался и слышал звук смоу к своим бордом до приходится не улетать улетают там иллюзии тарабель потому что мид толкает вы уже от одних и от других играют в кошки-мышки да кто бы мог подумать что такая будет вот игра казалось бы чтобы быть им могут в этой игре сыграть и активнее но мы видим что держится держится g2 айджи и по итогу мы уже дошли до того момент когда одна ошибка может стать ключевой до дэйдлс дэйдлс мы прекрасно понимаем что у нас они скоро потихонечку выходит и на самом деле сейф действительно опасен 25 уровень там условно попробовать засадить какую-нибудь ничу или шамана у него в теории даже может получиться хотя я смотрю на шамана и вот анда инга нам показывают а у шамана там тоже вообще все суперкруто и вот наконец наконец булока начал фармить уже аганимчик там и 25 левел очень скоро наша душа мане да и деньги на аганим него есть если захочет закупиться без байбека у него еще и скрывает всегда медосик продать да но он нибудь продавать до нейтралок пока все не выбиты да и брати внимание у нас зевс приобретает hand of my does на 50 ну по сути на 60 минуте это как раз для нейтралок то есть он просто быстро выбить потом правда да 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 чтобы не травочки 5 тира ну и вот так аним на шамане уже появился притом байбек остается знаешь я жду фразы как как же легко в конце игры после того как одна из команд победит суши это не самая ли долгая игра пока я вот не помню не смотрел по моему не самая долгая да но мы можем прийти к этому рекорду на данном турнире именно касательно данного турнира будет интересно если это будет еще и самая долгая серия если например вторая карта будет не хуже и не быстрее но на это пока мы не загадываем вот-вот выбьются терпеть артефакты стакаются крепчики чтобы побольше шансов было выбить и ты мы но и смотрим кота мидасы они быстрее получат свои заветные слоты парочка есть уже эмир выбирает давай попробуем угадывать ой тут кстати хобобок продолжает заниматься тем чем занимался до этого и по итогу забирает барак вот так вот шляпа у nightfall а из того что пока вижу я мира шилд у марса не уже этим прикольным букву shadows на краски здесь появляется гигант ринг на думе као и мера большой вот бы еще гигант ринг на анда инге увидеть это было вообще сказка мне кажется что но это слишком как-то даже хорошо а поэтому что у нас он дайнга там ой кстати букву задает еще для бубуки какая же грязь какая же грязи возможно все к тому что просто бабок и пойдет размен тронами и непонятно что какой-то момент игры у нас просто вместо приписки айджи у булоки буква а появится ну типа lines понял 2013 год вот это вот он просто все игру будет сплит так пайрат хэд появляется он дайнга да к сожалению не кольцо с кольцом было бы конечно повеселее но тоже в принципе шмоточка приятно опять же можно быть по финансам неплохо так держаться и рошан какой уже по счету 5 да у нас уже 5 рошан рошан уже просто надоел он сам выходит за шпитка пошли вон отсюда хватит уже находить вы мне надоели но извини рошан твоя участь она такая так там нас эмир снова поймали убили вот так вот фантом лансер вместе с глубокой просто пришли убили а тут параллельно поймали и просто усы его появляется на беда также как у nightfall а прямо сейчас братские разделили уху-ху это вот казалось бы только что забрали мир замечательно но жить и как можно было в этой ситуации у вас не подставиться просто огромное количество на творца отдает марс посмотри на его на творц прямо сейчас он в конце он просто в конце продолжает пушить но это уже не так радостно выглядит все для g2g когда нет двух рапир на марсе и сразу же 33 калида за бы быть им вот это жестко это реально жестко боже какой огромный на творцу т.б. просто 60 с половиной тысяч посмотри на сейва ты понимаешь что он теперь сейв уже керри в этой игре как бы сейчас он такой вот и все 2 кири все же 60 тысяч над ворс nightfall а тоже нельзя сбрасывать и называть своего кири ну и все сначала до марс по итогу в конце теперь находится в самом панетворсу надо восстанавливаться ждем новый храпир в этой игре 63 минута надо идти избирать рошана баба тима прикольный билд на марса но есть нюанс вот такое вот что такое может произойти рошан рычит понимают прекрасно g2g что рошан забирается но контест они его не могут а кому аегис вообще слоты у кого под аегис есть смотри все у терраблейда занято он там выкладывает что-то значит верно возьмет аегис на перекладывает еще и доедалось что он выложил и знали что такое дропнул было ли у него вообще пика в общем дайдаллас переложил и долгий зарядей дал островала перелом ведь что-то на землю просто выложил прям там неважно скоро везде будут артефакты мне кажется вот это вот это я понимаю вот эта игра 64 минута это еще далеко не конец как бы на самом деле марс надо как-то камбэкать конечно где-то на искать над ворс теперь но вот ну и конечно doom до запакованные уже можно сказать да на думе уже в принципе то все есть все что нужно я теперь реально верю только в один вариант победы для g2g это если бабка ворвется там по миду или по боту на т4 поставит две пачки вардов там собьются телепорты бы быть и мы просто помогов соло снесет когда не будет лифа к работает глубоко реально над этим над всем работает он толкает линии он сбирает бараки это реально как будто единственная надежда для своего пуколи пенчан трасс купила мкб взяв с рефрешером там скоро накопает на еще одну рапирку для джейте нам только байбака не будет ну хотя опять же когда он покупает рапиры в большом количестве ему на байбака не рассчитывает это понятно ну так подставиться на топе это конечно косяк для продолжать хороший град б.б. ну да 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 не безусловно сейчас ворвутся nightfall прыгивает быстро три вышку ломает переключается на бараке метод не прожимал это так чисто проверочная небольшая метаморфоза шарда или саганима nightfall больновато приходится нажимать сандер там ба стоит глиф отдали g2g можно идти дальше потихоньку сейв прывается под думом идет дальше мейра выкидывают там зевса зевса забирают него есть байбак он байбакается да 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 и бубоко уже сплитит бубоко уже уже на базе оппонента подцепили по итогу трейблейда забрали один раз тиммейт отошли и на базу уже летят боба тим дефать как будто бы жертву здесь егором до его просто будет умирать отдает рапиру обратно марсу а параллельно в боте бубоко просто в трон пошел уже сломал одну т4 при этом смог уйти до заход на хайграунд выдался не очень одно вернули ребят она вернул вторую можно купить так что в целом все возвращается на круге своя конечно далась рапира у тени ну и продолжается великолепная игра данная карта ой amplify дэм от шум шар покупать фантом лансер я так понимаю он сразу в себя погрузит и обратно это рел переложит или как он будет делать то наверное так у него там еще и денег полно пока нет любопытно что он атериал купил на может не сам думать о том что возможно скипнуть стоит атериал и забить на этом но нет нет съел териал переложил близится семидесятая минута с маки нажимают g2 айджи и вот теперь они уже заряжены на то чтобы нападать первыми ведь а егеса у противников нет но у них 2 рапира на марсе и все окей все еще действует усиление урона на фантом лансер он там правда уже заканчивается заканчивается не менее подловить на пачке крипов забавить опять на то что типа шаман тут один например да идет сплетить а тут хоп и риск показывает вся команда ну да и страна запушивается две стороны запушивается там причем стоит от м но вот этот баннер с рошана но на него абсолютно плевать по итогу просто падает страна вообще без шансов барак упал просто иллюзии зевса и фантом лансера работают демонтаж уже плевать абсолютно на вот это преимущество там в 30 тысяч 28 неважно но до этого вообще там происходит его подловили подождите забрали марса опять минус рапира возвращается она к nightfall у он вторую купил или нет наверное второй не купил наверное не покупал да 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 ну джетти снова подставляется в этот раз это наверное не так критично но неприятно безусловно бубоко продолжает нас делать грязь его еще ищет и не находят вот так вот не отметили мы появление айон диска на эмбер спирите гпк теперь уже на всякий случай скажем прикупил чтобы не взрываться с этой рапиры которая была у марса и брошки сам приобретает джипики и брошку сам приобретает ну кстати как у ху 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 свет блинк на тайне овервелминг блинк на думе и просто блинк еще и на дайанге три блинка сразу появляется великолепно я все думаю когда аганим появится на тени то все как-то 70 минута рапира езды и далос есть и аганима все нет и нет ну ладно он здесь не чтоб бревнами кида а вот и про силу сразу же ты посморваться и драться да ну что и как будто бы сейчас все есть у баба тим чтобы чуть ли не группа идти закончить да но на хайграунд зайти так точно можно сторону в итоге добрал иллюзиями nightfall наконец-то и горта сделал первая сторона упала по сути полноценно у джиджи на 69 минуте 69 вот и соответственно можно идти теперь пробовать другие стороны пушить но они слишком сильно отпушены мы видим да что крипа очень далеко поэтому уже летит как мы видим amber spirit толкать ботом наверное на 70 минуте крипов можно и не ждать зайти по миду вот nightfall то бкбшку просто поломал т3 тавер на топе и теперь главное во время отступить чтобы не подставиться будет а контра инициацию или хотят остаться бкб потрачен отступают рапирка вот жить и есть еще одна пока что локал и разобраться состоянии в момент прыжка видео будет собираться в полете он знаешь как те это чисто вот там собирают автомат он также в полете будет собирать и прям втыкать его оппонента и раз ты продолжай до бубу какой же противный бубок это просто гадость он постоянно спритит эти линии толкает постоянно заставляет стягиваться бы быть им если бы не бубок игра бы уже давно закончили это правда байбеки есть у всей команды быть им нет двух боев у джиджи один по таймеру зевса один просто по деньгам не хватает инчи 7 спирамент пошла торон то что уже кстати своим диском да у там таки давно диск уже ну ты знаешь как будто бы его забирать и не хочется особо он заходит файт он там огромный с агонимом 67 тысяч здоровье и как-то ты бог с этим о ее его бока на характере но тут его уже поймать должны даже думы жалеют ну а почему бы и нет ага ну да майбек есть можно пойти выбить попробовать по крайней мере там уже бкбшка у nightfall откатилась один doom еще доступен в быть им продолжает nightfall копать деньги 55 калида на 71 минуте игры да игра такая получается у нас пиратская шляпа на тени крепкая скорость атаки уже тоже хорошая это сильно и друзьям это только первая карта данные в с проживающих трон борется ска команда глифы для байбека из бабок а дум один потратили второго не будет поэтому надо отступать быть им они выбили глифы в принципе байбек на расти это более чем достаточно если они уйдут и никого не потеряют вот много урона это эмберс перед рапирой и брошкой просто что сейчас отвалилась отвал всего произошел всех частей тела он же твой джек они в троком бегут действительно эмберс брошкой вот брошку обновили пожалуйста смотрите все начали покупать как же это жестко работает действительно вас там в чате пишут тайне не хватает аганима был бы еще и аганим чеку сэйва вообще было бы шикарно но пока до этого дела не дошло но ничего страшного еще не вечер друзья 72 минута 55 тысяч преимущества вообще плевать на это на все рошан появляется через две минуты вот там может быть все станет ясно но глубоко вот сейчас без байбек и это неприятно для 2g потому что теперь не получится как на сплит на сплите как ты играть но очевидно что сейчас бы быть им с позиции силы играют уже хочет дополнительную рапирку на всякий случай прикупить себе гпк мало ли потеряет будет запасная хотя может быть он 2 себе возьмет там вместо диска перекладывать или вместо блинка но не стоит забывать про байбеки конечно же на 73 хочется иметь все пять байбеков байбеки нужны действительно дам байбека нет по сути только на бубоке у там кого-то 40 секунда на шаду блэйд 73 минута невидимость неуязвимость сюда так флоты уже заканчиваются до достиг и носить уже как-то не хочется на 73 гем не всегда будет рядом поэтому действительно шб покупать таком таймере это тоже на героях с инициацией неплохая затея затея великолепно тем временем нас чате все больше и больше у нас уже переходит онлайн под 28 тысяч зрителей всем привет как говорится привет мама я в телевизоре так смоки от бб тут монет недалеко на самом-то деле могут его найти но приходит раскушивать линии ты видела кое не вера пирки продубок теперь нет 1000 золота мира ворвался можно думать себя к стану вот пока не нажимает нажимает или нет на себя дозам этом идиот подцепили phantom lancer переноскут фурстав или чем-то его спасти иначе сейчас погибнет фантом lancer он погибает на очень быстро просто жесть покажите fight река покажите урон который эмбер выдал с одной кнопки он одну кнопку нажал просто полторы тысячи урона с одного фиста до надо форсить оба и действительно даже плевать на рошана который появился микрос рошан то вообще сейчас уже ненужный объект на карте надо только линии откушивать да потому что бубока продолжаем отливаем анима бока бубок продолжает толкать линии так заход на хайграунд мир готов что если что прыгать есть еще один doom зевску fight blink на 75 минуте и бабоку бабушке дам 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 и там сейф на самом деле уже таким уроном обладает и потому что он уже соло готов забирать сапфа опять же fight recap если посмотрим мы увидим что там команда g2g приходится байбэк отца упором там просто зевс улетает с листов опять очередной раз как же много бьет эмбер бкб nightfall gt запрыгнул тоже бкб нажимает алина потрачена в том что он прячется один из героев бб тима мейера под бкб шки подумал идет вперед проблема у gt gt умирает есть байбэк тут же нажимается также нича доверно нича после бая тексит торонто урон прокает айон диск срабатывает и барак почти упал пайп прожимается на развороте приглядом контроль от бэл после байбэка огромные проблемы у манэ нужны фисты от эмбера фисты работают эмош оттайни врывается контроль и его сэмит книгой теней нейтралкой 5 уровне при этом огромные проблемы у марса марс умирает и хоум ворк джи пике делать еще одно убийство домашняя работа сделана пироги дальше снова получать контроль забирает сэйлосэй байбэк это будет возвращаться торон то вокио огромные проблемы вот так забирает даблкил для манай но запрыгивает еще один герой просто уничтожает всю команду оппонентов и биджи сдаются битва джи на 76 минуте первой карты этого противостояния бестом 2 ну давайте давайте чат скажите что это было легко как же легко доволен как ворота какая игра очень зрелищная очень интересная карта хочется ну как минимум не однокалиточную вторую чтобы тоже была интрига что тоже было все очень круто и красиво то что то что мы сейчас увидели это достойно но это плюс моралька для bb однозначно если бы они играли против какой-то команды не с последнего места я думаю это было бы еще важнее ну а так они просто не ударили грязь в лицом в общем-то там да да ну и знаешь даже после такой карты немножко обидно как будто бы за g2g потому что по сути как будто бы эта карта уже для них все решала на данном турнире да и соответственно я не знаю как ну как там сейчас ну обстоят дела до по сетке но как будто бы уже все шансов у них нет на то чтобы проходить следующей стадии турнира но бы быть им как бы подтверждают то что они крепкая хорошая команда лидирующая в этой группе до в группе но карты конечно огонь насыщенная скажем так друзья это только первая карта данная best of the у нас впереди еще как минимум 1 в этой как максимум но как минимум смысле к тому что у нас еще как бы одна а у нас еще и потом целая серия но в этом плане до в этом плане до что я думаю можем пока перейти на статистику посмотреть эти невероятные цифры за столь долгий промежуток времени 11 2 10 nightfall сыграл за 76 минут же хорош хорош когда она ну все равно да видно было что бы быть им увереннее смотрелись да на этой карте вот вот не но не доминировали конечно они доминировали да ну в целом вот как-то вот раскляп на фото с этим не вообще не понравился перформанс 098 когда я тоже это отражает не тот зевс которого бы хотелось видеть скажем 60 тысяч дэмэджа от гпк вот вам и брошка с рапирами не действительно там очень много урона там в конце когда он еще нажимал тоже все стрит там же есть какая-то просто лица отрывались если как ты прокрут это огромное количество урона ну и миера кстати к слову миера сыграл очень хорошую карту на самом-то деле от него многое зависело он свои таргеты находил он со своей задачей справился напомню что мир это новичок состава вы быть именно то что заменил пьюра и в целом пока что показывает себя очень даже неплохо на турнирах сейвс тоже уроном достаточно так закинул своему коллективу и когда хорошие 3 4 23 но бабоку стоит отметить все равно как скажем так мбп проигравший команды вот если бы давали такое но наверно он тащил как мог он старался он пытался сплетел толкал линии стягивал оппонентов даже ты 4 в один момент сломал но было тяжело тяжело такая игра даже знаешь немножечко выматывающий именно национально после просмотра 76 минут еще и пищи еще и паузы были небольшие да у нас но в общей сложности можно сказать 80 минут по нормально тем мы привыкли что китайские команды любят иногда долго поиграть всегда славились тем что они спешат заканчивается в игры так что здесь стакнулась все отлично не это очень это это же прикольно прикольно такие игры смотреть опять же разбавляя скажем так для нас первая такая прям долгая игра и вот она такая получилась зрелищная я даже не не ожидал изначально что мы такое сможем посмотреть вот поэтому спасибо скажем за эту карту командам но впереди еще одна как мы говорили да все таки это быстро 2 серия опять же повторюсь не знаю как там дела обстоят по шансам проходить не проходи дальше ребятам из g2g но сыграть как минимум еще одну карту сегодня надо поэтому будем ждать этой самой карты пока что уходим на перерыв прыгайте смотрите параллельной трансляции и услышимся совсем скоро далеко не уходите пока пока ждем ну что господа успели отдохнуть вот после такой долгой карты а у нас впереди еще одна карта и потом еще будет 2 и я напоминаю что мы смотрим вместе с дирек с рубиковичем мой никнейм клаудфокс да мы смотрим дремлик сезон 22 и впереди у нас вторая карта в противостоянии баба тим и g2 ай g сразу хочу сказать что да я оказался прав если мы посмотрим на ситуации даже откроем посмотрим сайты где можно посмотреть счет условно дату можем увидеть что все шансы g2g на этом турнире уже потеряли сто процентов на проход верхнюю часть турнирной таблицы и соответственно уже стопроцентно покидают турнир пресс-ф но не показали достойный перфонс под конец хотя бы вот так карт которая только что была в их исполнении очень красочно очень интересная да они не смогли ее там дожать победить но тем не менее выдали хороший контент скажем так к слову пока мы еще не начали обсуждать с тобой вторую карту данного противостояния хочется отметить что карта шла настолько долго что вот с учетом паузы и самой игры gg например уже закрыли херой к в 2-0 а мы только сейчас будем смотреть анализировать и драфты там 2 карты на спору ну вот а там уже серия закончилась ну что по сути слушай для китайского коллектива это была карта за жизнь поэтому они так и боролись цеплялись но видишь не получилось пока что можем взглянуть и на остальные или озвучить просто встречи вот в п например тоже для кого-то на удивление выиграли первую карту фальконов а у g выиграли карту у азуры так вот но там из того что я успел скажем так сам лично услышать нам претензии есть к драфту немножечко у falcons там спорт по моему лишь рак залетел который очень мало сделал по игре ну вот и по этой причине там вроде как говорят что опять какие-то эксперименты до каких-то героев пробует флекси отменяют позиции мы они не очень хорошо работают так им экспериментом ведь для них сейчас каждая каждый поинт на счету им очень важно зарабатывать такие очки ну слушай зато можно за в п порадоваться у в п плюс одна победа скажем тогда но вряд ли они конечно 2-0 закроют но может быть ладно кому интересна эта серия ребята можете прыгать на основной на первый канал да прогон со студии нашей замечательной аналитики где как раз анализирует прямо сейчас так афобус и соответственно блэк архангел можете переходить туда но лучше оставайтесь с нами ведь у нас еще одна карта может быть знаешь сейчас g2g вот они такие проиграли вот эту долгую я еще карту первую и потом такие надо захлопнуть две хорошенько так вот из турнира показать хорошую игру и дальше вот все оставшиеся встречи выигрывают ну по сути у них три карты осталось вот их сейчас собственный хорошо отыграют да мы сейчас уже будем переходить собственно графту но перед тем как мы придем я хочу в очередной раз напомнить нашим дорогим любимым зрителям о том что во время дремлик сезон 22 венлайн проводит розыгрыш которым вы можете получить крутые призы что он нужно для этого сделать значит вам надо сделать более трех ставок на матче дремлик который мы смотрим соответственно подписаться на канал венлайн и спортс и оставить свой венлайн айди в комментарии под постом с розыгрышем итоги будут опубликованы в телеграм-канале венальн спортс наслаждайтесь игрой остальное за венлайн и переходим на драфты второй карты данный best of 2 бб тим и джетой джи такс магнусы есть у джету айджи уже на первый пик бб взяли себе драгон найта по банам в целом наверное ничего такого нового но запретили дума дом великолепно от мира был исполненный как ты отмечаешь что вот это герой сейчас не сам лучшим минрейтом как-то после дачи потерялся не так сильно рейтится но тем не менее вот мира на нем шикарно отыграл чуть ли не наверное мбп там заработал и делал очень много особенно в начале заслуженно отправляется в бан этот персонаж на вторую карту но и марта тоже решили бы быть ему брать чтобы не ловить эту брошку рапирует тогда ну думаешь конкретно в этом дело нет но не только но сам по себе конечно марс герой тоже крутой ну да 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 конечно не только этим билдом скажем так он славится скорее то что-то новое но пришедшим фиши вот касательно героев чего но дум просто бб действительно неплохо играть с этим думом и имиера чувствует чувствует этого героя и самое главное вот говорю мне понравилось они во первых упор на линии очень хорошие всегда у бб а из того что линии хорошие как раз можно активно играть с этим думом и что у них принципе и получается переходим игроками показывают нам их и вот собственно да вот он глубоко кстати довольно довольный но это видимо может уже знаешь так улыбка такая уже знаешь тильтовая немножечко все да 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 за челить по улыбаться вот и по итогу шеде забанили просто пика дк что очевидно да потому что это контра и дк у нас вышел кстати из банов что примечательно магнусом увидим от что это видимо для джейте собственно герой и бэтрайдер появляется для бы быть дим как тебе бэтрайдер классный герой как многие метовые сейчас саппорты иногда он флексится даже там на мид какой-то условно но чаще всего это всегда спорт в ответ у него залетает т час над g2g т час мне нравится честно говоря побольше бэтрайдера но тут еще стоит не забывать кто на ком играет имеется ввиду игроки конкретно на этих героях какие будут но ты кстати когда последний раз видел вот ты говоришь бэтрайдер мид я просто давно не помню я единственно видел вот бэтрайдер пикается на 4 5 и еще я бэтрайдера видел на 3 исключительно в одном составе по моему у джи виспер играл на бетике потому что это у сигна вот я на опенфалах видел которые кастил вот но там понятное дело и open и close квала там уровень доты поменьше поэтому может быть бэтрайдера позволяют себе мид отправить тени для g2g к флекс в целом раздрафт мне нравится по героям у китайской команды и пока потенциально закрывают до этим тайне и соответственно могут поставить его как им удобно будет потом опять же можно и четверочка сделать и на мид отправить вот и знаешь как кстати что любопытно вот как раз у g2g я не помню ты может быть говорил или нет магнус он же флексится у них на кто сыграет на магнусе да да было только вспомнил да поэтому в этом плане тоже удобно драфтить скажем так кем же отвечать теперь бб тем что будут убирать себе ну вот надо посмотреть нам из этого их саппортов остались опять кто худвинг какая-нибудь кто еще кто еще или не саппорт или просто взять просто кора пока открывать непонятно в кого вот дека ты можешь взять в любого да еще и за фликсить его 3 мид вот для nightfall а пока героя как мне кажется открывать рано в рк появляется но в рк тоже флекс в этом составе на нереально флекс любой корму играть кстати поможет я не знаю ты думаешь сыграет в смысле сыграть то он может но стоит ли в рк у тройку ставить на нет ну вот касательно кстати дк ты говоришь вот для nightfall пока героя не открываем если что nightfall на дк могут сыграть и это правда это правда поэтому тут флекс нереальный флекс на 3 вот какого героя вспомнили недавно совсем говорили что вот давно его не видели ну и вот винтер ваверн появляется ничего себе бубока там радуется вообще прям улыбается видимо шутка какая-то смешная залетела войс а виверна это вообще кстати тоже тоже на разные позиции может пойти но мне почему-то кажется что это герой для торонто токио у меня вообще вырисовывается в голове такая ситуация то что виверна дк линия будет но опять же все может быть еще и по-другому и появляется кипер на четвертый пик это видимо для нафин тусе герой пак отправляется в бан с точки зрения того что пока мне дают ничего удивительного даже имеет теника уже просто кипер открыли это не хочет и не к ставить мид а кипер на кого-то саппорта до перемещать тебе нужно чтобы кипер у тебя стоял в миде поэтому пока банят ждем баны надо бы быть им если с точки зрения вот китайской команды заглянуть они банят мидеров значит они думают что керри драгонной дали бверка ты сказал но мне тут больше нравилось бы туда керри варка дк-тройка хоть хоть керри варку какой может видеть не всегда приятно но конкретно вот из среди этих четырех персонажей керри варка дк-трея смотрится лучше ну посмотрим тараблет забанили старка забанили в принципе нормальный бан и причем забавно да что все таки пока решили убрать слишком уж сильно герой слишком уж у него хороший винрейт несмотря на то что то они имеется у нас бан слаб для сарка потому что здесь игра выглядела действительно неплохо уже против дк против батика да не на самом деле я так предполагаю что может обдака и верно на самом-то деле здесь могут вообще как угодно ли не поставить опять же у тебя в драфте как минимум три универсал уже присутствует там ставь куда не хочу этих персонажей но дк можно сказать тоже в кавычках грубо говоря универсал хоть и является силовиком по-прежнему но на самом-то деле с точки зрения распределения позиции то же универсал вот ну и последний бан призадумались g2g дальше соответственно они будут пикать и у вас пик за бы быть им при том снова у нас снова за ради интеграют ничего не изменилось у них был остык на первое они играли за райдент на 1 теперь то же самое опять луна на 23 для g2g на керри такой немножечко темповенький пик с этой луны и как мне кажется кейпер который хочет быстро идти там что-то наводить секшен после получения одного-двух слотов луна которая при хорошем старте хорошем фарме там имеет много слотов рано не к 30 готовы чуть ли не с вторым там аегисом заканчивать игру ну например ну да луна при учете хороших линий да у команды bb выиграть линии не такая же простая задача да 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 в этом и суть то что баба вообще такой набор крым прям ставь как хочешь так и ставь так и делай я думаю сейчас вот они подумают окончательно до какого героя здесь можно так сказать пик добавить который хорошо зайдет скажем так и какие вообще есть варианты опять же если у нас нет до сих пор керри если предположим это дк-тройка в эрка в мид что в принципе мне кажется это нормально выглядит то наверное ну кто но фейслос войд какой-то или не очень как будто нормально кстати здесь давай да или кто у нас еще против луны может быть тролль какой-то тролли у нас не в бане вроде нет ну тролли не очень нравится честно скажу свой на ты здесь тоже вряд ли хочешь какого-то видеть т.б. снова брать т.б. в бане т.б. уже сами забанили бы быть им морфлинг в бане наверное да вот эта пара которую я назвал ранее героев это соответственно еще есть чтобы останавливать кипера чтобы он не бегал по файту вообще под гольеры это будет либо кири в эрка кири дк вот так решили да да это кири в эрка кири в эрка на галерии мира на драган найти ну почему бы и нет в принципе я подумал просто что вин рейнджер мид устроит против кипера но относительно недавно мы смотрели как как раз вы рачка стоит против котла и там вы рачка скажем так по игре делала очень мало кипер на котором играл ларинов к слову уничтожала вообще просто всю карту ниша по-моему тогда на верке играл вот поэтому ну давай смотреть слушай я не знаю давай так g2g победа уже ничего на этом турнире не даст да по факту драфт как будто бы неплохой 2-0 все я сделал такая знаешь аналитика аналитика и резко так 2-0 все 2-0 да ну не знаю я не верю я не верю то что g2g победят тем более еще после такой изнурительно долгой карты все-таки я посмотрел на драфты убы быть им драфт хороший мне кажется что вот сейчас в тех кондициях которых находятся обе команды я думаю что все таки бы быть им победят 20 должно быть но вот мое мнение такое в целом солидарен с тобой единственное что тут еще вопрос вот кто больше расслабиться сейчас для одних игра особо ничего не решает потому что они скорее всего уже не вылетят ниже четвертого места мина они уже не лети точно вот и до вторых ничего не решает они уже не войдут в топ-4 они все но как бы турнир покидают вот они коэффициент от наших партнеров inline bb 155 и 235 на g2g но в общем-то кэфы достаточно логичные на эту карту короче кто расслабиться кто себе позволит сабину тот и проиграет я так думаю если буду держать себя в тонусе одни то победят они если вторые то вторых если идти и других троих ордить потеть значит наверное б.б. они все же должны быть на ли сильнее ну как и тогда все таки уже как бы все точки над и расставлены да вот они состава перед вами nightfall gpk миера сейф там то токио и соответственно их оппоненты маны на тусей джей типа бок и x нова автора карта просто два противостояния мы переходим соответственно уже непосредственно на карту друзьям за винлайн а здесь уже драка да и уже есть фобоя которые проливают по пути и очень улитый сейф какой неожиданно так вроде бы все отходит по пути мы больше никого экшена здесь не будет или захотят еще напасть вард на варде поставили прям одновременно почти но все же должны были g2g за чекать то что вражеский вард был установлен находит да 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 сломать это ломать кстати нет возможно возможно решили оставить выходят на руну и нами перехватывает смотрителя nightfall возвращается но у него джейте уже забрал баунти ну и породом 2-2 там причем заблочил спот пошел кто там торонто или кто именно там по моему торонто уходил тут джейк снова снимает он снимает центряг об сервер при этом остается ну а тем временем рубрика раскопали от информационного портала дату двору количество пингов по карте от бы быть им в текущем соревновательном сезоне наибольшее среди всех участников dream league season 22 причем с большим отрывом в среднем за карту игроки бы быть им пингуют по 4088 по 488 раз да все правильно знаешь что самое интересное я думаю что половину пингов быть тим делает nightfall nightfall да один и четыре героя остальных четыре игроки еще какую-то часть забирает сейв который привык молча играть это мы знаем о его стримом так ну давайте больше к игре гпк уже level 2 контролит ранжевичка 5-1 пока стартует на линии поначалу нас не тусе будет тяжко добивать крипов против пангальера когда будет задувка хотя бы в 2 тогда уже станет попроще у джейте проблем по хп его отзонили от фарма пробили в 2 ранджевика как тут постоишь вообще максимально неприятный морожевика да очень страшно тут на магнусе стоять и ему никак бы бога помочь не может потому что они в два милишника и как будто бы блоки вот так вот надо всю игру делать на линии просто выпуливать пачки по-другому и не получится да и обязательно не давать отводить виверни иначе будет худо пару крипчиков джейте там добил за вышкой nightfall все-таки вместе с виверной отпулили в топе у нас манэ на луне при поддержке к снова на течисе течис пятерка я уже говорил да мне очень нравится персонаж но тут ли не такая конечно тут скажем так линии с одной и с другой стороны дк3 и батик 4 против луны течис и причем хочу еще отметить очень важный момент что у нас почти всегда но по крайней мере в большинстве случаев dragon knight и батик оба эти герои в бане а здесь обоих отдали что именно по этой причине я еще вот как раз хотел бы отметить что инициация очень крутая бы быть им и этим у них драфт смотрится как раз из-за этого ну очень круто на джейте выпивает фласку снизу есть не удивить стиков восполняет себе хпшки насчет быть как слову это же еще очень крутой герой против течиса конкретно на стадии лайнинга бочка избиваешь ему прыжок не дает ластов отца и сразу же потенциал тюкс ансал на лайне уменьшается панга тоже очень-очень много фармит гпк пробивает тусс ваш баклом 18 на 2 у него но уже 1000 золота лида за б.м. при том что они сделали фб и по крепам держатся получше кстати а кто фбшку пролил нам посмотреть пока да кому фбшка досталось в идеале не мидеру как мы видим да судя по ассисту а фбшка досталось еще и сэйва приятно так сэйв сейчас наверное выпулит кэмп да так и делает их снова там тоже по моему пулит собирается ну как будто бы все это на руку именно бы быть им забирается лотус до граждан стик скоро будет у батика батика статовый очень плотный опять же напоминаю универсальный герой но ты конкретно в противостоянии двух универсалов таких как течис и бэтрайдер все-таки гоблин который на мыши летучий он сильнее за счет как раз таки бочки которые он может как уже говорил ранее влад не давать течису бласт оффаться в остальном же линии достаточно спокойные нет никакого экшена и тут сразу же нападает на торон теча только я это сказал но есть захил торонта токио что будет дальше ни по кому не попадает в ршотом и в итоге торонта токио погибает гпк на время солирует пасы тусы на медиа и на такой линии умереть к 1 на 1 соло это провал это просто провал я вот заметил кстати что последнее время очень многим не нравится как играет на тусей да и вот как раз такие моментики еще больше усугубляет ситуацию со стороны скажем так фанатов доты посмотрит за игрой это да ну а данион скутер красавчик получается здесь его то можно хвалить наоборот это кстати если читал чат так подойдет нападение на монета под гранатку на из бластов от x новый теперь на переключаться на т часа забирать их снова монета уже отпускать сэйф так и вот о чем я хотел сказать если ты чекал после первой карты тогда была статистика как раз таки вот за 76 минут игры ноль киллов на зевсе было у нас не тусы это тоже подмечали в чате и негодовали и некоторые скромтак зрители надо о чем-то да это говорит когда-то на зевсе на мидере ни одного но за 6 минут не сделал слушай мы берем ситуацию что у нас на финту сей играющий финале за интернешнл против спирит потом почему-то пропадает из состава lgd оказывается другой организации и там у него у него не лучшие результаты я не говорю о том что нас и плохо играет но мысли определенные скажем так появляются поэтому неспроста скажем так давай так перефразирую не лучшее время своей карьере сейчас проводит на финции вот так вот я скажу это правда это правда а это за сергей коллега ой подожди у прошлого коллега пока 100 тут нападение на мане на развороте есть дэмэдж но будут жить оба героя до сейфа живая там летит тайне мой коллега по сокасту сергей нас которым мы до этого комментирует был и хит он как раз фанат тинкера мне кажется что отчасти может быть это связано с тем что тинкер больше не в мете и поэтому на все не получается все возможно все-таки сейва добивает бабок а не зря телепортнулся ветку кинул эвалан чем достал добил счет 3-2 седьмая минута активку если правильно увидел да за контроль гпк под усиление урона он выходит на синтусе вместе с торонто чем замедляет синтусе но роллинг тандером не попадает гпк приходится разворачиваться вторым закатом уже попадает свеж баку есть еще один но не хватает дэмэджа на синтусе и отступает да там еще пытался бы боку подсейвить если обратил внимание то сам хотел помочь но толстой ситуации не помог а параллельно в топе нападение подушку ты посмотри как здесь давят бы быть им сейф идет далеко и из-за того что притягивается на после как раз таки удается его забрать 3-3 общий счет луна выживает и соответственно вот как раз такая пошла минимальная активность от кибера по карте урна появляется тем не менее если обращать внимание на net force это в топе находятся игроки бы быть им сильно проседает магнус которому там неприятно в два ранжевика стоять у команды bb все отлично dragon knight примерно о том же уровне что и магнус но драга на это нужно меньше я считаю что по игре им что-то делать ну ладно он свое еще найдет опять же потерпеть на линии какое-то время надеюсь что он побыстрее выйдет в блинг даггера в этой игре не будет там собирать манту вот эту долгую но в этой игре к слову можно купить моих слоев наверное который сейчас реже стал на дк появляться но потом обязательно путь блин потому что если он будет долго фармить это будет невыгодно для его команды как мне кажется но опять же зная бы быть им они любят действительно пофармить поэтому может быть даже там не знаем ответ скажет ребят я блин к покупаю ему говорят не 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 манту давай качайся мы сейчас соберем весь парус карты и потом мы их уже там переиграем мы знаем что быть им любители засушить игру покачаться да и потом уже на уверенниче как сказать победить а тут нас нападение на вин рейнджер подтягивается на финтусы огромное количество урона джеки вывозит и вроде бы как сам хотел идеал оч нападать в этой ситуации она по итогу был пойман сам и был наказан хорош кел для g2g на синтусы идет дальше пытается найти виверну торон тэч замансил в деревьях носим тусы и продолжает преследование он не знает где конкретно искать но он бежит все торон тэч останавливается на синтусы и улетает обратно на центральный коридор свой да там параллельно вышка чуть-чуть подпушилась причем даже не чуть-чуть обратил внимание довольно сильно так как долго отсутствовал кипер на своей линии но и gpk пользовался этим моментом высушивал пачки и соответственно вышечку-то напрягал и нетворс как бы ну сам за себя говорит да огромное количество нетворса параллельно в топе вышку уже почти упала стягивается торон то токио нападение на их снова рядом убога подтягиваются также маны огромные могут быть проблемы у сейва но сейв как будто готов абсолютно все это впитывать по итогу бластов и фраг все-таки присутствует на их снова это уже возможно третий фраг для сейва вышка по итогу падает на плюс килл плюс товар все нормально в быть им сейчас откатятся еще и dragonform можно выйти добить мид товар а тут гпк в инвизи находят маны маны застаняли в узком коридоре но никак тут луну не спасти и не отпускает конечно же еще один килл для быть им идут дальше за бока есть стан от мира бочка от сейва пытается как на синтус и помогать своей четверки эта помощь и не особо может что-то сделать бог в таверну и может быть разменяют сейва гранат полетела от и часа под спритвеселом горит сейв догорает погибает да много урона там даже solarbind не понадобился ты посмотри бедолога джейти просто еще из прошлой карты который потерял терапиры сейчас на магнусе пытается как по стати слушай да ладно успел но и телепорт очевидно так вот видите просто фармит леса но здесь периодически его находят он хотя бы вот так из этой ситуации что на самом деле джейти он такой игрок он же неплохо играет но бывает с ним скажем так моментики да когда он там йола гейминг какой-то начинается мемные моменты бывают то есть в целом он такой он может сыграть там показать невероятную игру а может иногда что-то вот сделать ну не знаю чрезмерное что-то необычное где-то на фидить лишний раз еще что-то я бы не сказал что на марсе там какая-то плохая игра но подставляться конечно не стоило стратегия но тоже безошибочно 60 плюс минут ты не сможешь играть и желание конкретно на какой там он подставился минуте на каком таймере но тем не менее давил таймер на него и рано или поздно в любом случае тебя найдут тут только либо в пятером бегать и вообще не фармить нигде соло килл и не искать в той ситуации было либо рисковать и вот риск какой-то момент не продал себя ну да ладно смотрим уже за второй картой тут уже джейти на магну сейчас скоро дофармит себе дагерок и с этим даггером может быть начнет носить импакт единственное что у него билд пока на камбэк с леса то есть за макшным power нет нюков нормальных ему чтобы даггер реализовать нужно будет либо команда либо еще больше левела получить чтобы уже его скиллы наносили дэмэдж тоже под этот даггер но он откачается отпушивает line переходит лес все как обычно с момчиком улуны в целом топ-2 на творц в игре слишком огромный гпк вот эта проблема для g2g пока но пока это еще не проблема все-таки gpk так подключается по ходу дела как получается вот сейчас смолк прожимается но вот с агонимом да с агонимом там уже станет он куда опаснее но и смолк вот он бэтик уже во вражеском лесу вражеском треугольнике ставит vision здесь нас магус прыгает и инициирует подожди а это он просто обошел без блинка нет это блин катерализация блин дакера gt отлично забрали в эрочку также параллельно у нас нападение на икс но вот он остается без маны работает тазер подтягивается нтс икс но все-таки забирает но проблема теперь будут у сейва работает solarbind слишком много магического урона заходит и бэтик по идее должны забрать здесь жрп подвоим от gt чтобы просто спасти свою жизнь даггер и должен по сути с телепорта как будто бы уходить мана немножко не хватает пангольвер выжигает с помощью диффуза вот но отпускают я так понимаю до погони никакой не продолжилась жить и классный килл благодаря дагеру и благодаря минкам течиса та самая помощь от команды чтобы блин реализовать есть мины это издревле знаешь такая древнегреческой стратегии когда ты берешь просто магнуса течиса вывозишь на мины это было еще при старом миниоре на и мы видим как залетает к нам огор мак с коэффициентами от партнеров в инлайн 158 на ббт и 230 на g2g команды тут еще пока что пересекаются дубики без ультимейт поэтому так и скорее всего не будет я с тобой не соглашусь знаешь скорее древнегреческая стратегия у них была на прошлой карте потому что в пике был зевс и его сын арес но в данном случае марс но вот там это не суть важно бог войны скажем так а здесь я бы сказал просто очень старая древняя просто стратегия не греческая ты чистос поправляется легкий фраг достается он найт фоллу приятно вот ну и лассо по сути реализует в этом моменте ббтим при этом как бы уже немножечко начинают так совместно двигаться по карте а в это время мира качается на топе да ему дают как раз таки то самое пространство мне кажется что когда миера ранее играл составах например на интенс у него такого как будто и не было здесь же в этом коллективе такие опции есть если есть возможность покачаться надо качаться собственно мы шлиер как есть кого на фармил и конечно же блинк даггер все-таки покупается да это ставлю лайк блинк нужно обязательно 14 минута час будут 2 виздом руны будут их забирать получать свою дополнительную экспу команды в целом игра очень равная знаешь 8-7 счет для 15 минут достаточно много киллов не сухонько и при этом нет никакого фаворита пока что качаются одни и другие по нетворсу ли да попросту нет ждем реализацию дальше кнопок и даггеров вот он джей ти врывается но понимает что далековато на скьюбери уходит от мира уже подрубил драгон форму выкидывает бабок а подальше своего тиммейта пытается засевить я в ланчем за джей ти погоню отцевал сева тоже блинк появился на секундочку гпк катится не пошел в поворот или специально развернулся на боку я не всем понял мне казалось можно было пытаться за магнусом дальше чайзить но да ладно забрали боку и на том окей знаешь что я понял вот из того что мы сейчас смотрим нас ожидает как будто такая прям сухая игра как будто команды знаешь расслабились после предыдущей карты и такие знаешь ну спокойно будут прошли по клику да да но все уже как бы знаешь а зачем потеть прямо в поте лица когда можно спокойно пофармить ну как ты как ты как мы и говорили до этого то есть одни уже прошли другие уже никуда не прошли понятно что играть нужно до конца плюсы призовые тоже как я понимаю отличаются так или иначе спокойно здесь же лассо в манэ манэ подставляется получать курсу от торонто токио есть рядом и пер подтягивается дк рпш к джейте великолепно троих героев в итоге на месте держит запрыгивает их снова кучу урода залетает и вот они хитрые китайские игроки как же они здесь наказывают бы быть им который как раз таки расслабились можно еще и торонто подцепить вот пока прячется в деревьях попытки телепорта сбиваете репорт есть тос и еще один фраг исполнение магнуса великолепно не знаю греческая не греческая не буду спорить по это комбинация она просто великолепно это течи с магнусом они раз за разом делают грязь много контроля много урона и это приносит свои плоды тут еще и вышку откроют сейчас бб тим только возрождаются из таверны не очень все хорошо у night full up у нет ворсу но и мир тоже начинает отставать луна качается все быстрее быстрее вроде берг тоже славится быстрым фармом с молниями но все же молнии не самые по таймингу на этом герое это же его вот находит убивают не первый раз уже гпк классно 303 отыгрывает пока что на ноль ждет свой огонь и вот от него играя будет строиться дальше он должен будет спасить ну ждем ждем получается гоним в принципе ждем кислотов сейчас бы выпус такой пощечина я думаю станут немножечко еще пассивнее есть такое подозрение но либо действительно ждут каких-то слотов потому что выручки действительно не хватает dk нужен блинк ждем блинк ну и соответственно что можем еще выделить так вот он вот он жить и на магнус он хорош сейф нападение на кипера она дк бога помогать как же вовремя бабок а здесь оказывается великолепно он там уже с блинк даггером на тайне в итоге на развороте мира получает много урона благо есть мы шли поэтому поэтому не так много летает демаджа обрати внимание на билд кипер не так часто мы это видим я бы даже сказал редко он покупает просто погон после веселья и мне честно скажу даже это не очень нравится я считаю что догон это не самая лучшая шмотка но не суть важно мнение мою смотри 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 да 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 он видит что кто-то бьет но не видит кто конкретно а почему не боится не знает кто конкретно это ну может быть он а нужда лимоны наверное наверное по этой причине тут уже никого нет да и есть огонь им сэйф полетел сейф блин даггером если что и в итоге сейф подставляет под эти мины да и снова зарабатывает фраг он и продолжает качаться отступает отсюда во x новый solar есть можно бафать своего кири очень много много блинков вот прям супер много и они будут продолжаться собираться то что там я видел блинк по моему хочет себе еще и верно по понятным причинам и у дк он рано или поздно появится да вот наверное даггер тоже будет короче даггеров с обеих сторон очень большое количество так вот по поводу джейте обратите внимание мы сегодня уже смотрели задним макусом да по моему как раз уже играли напомню третья позиция у джи это у нас у нас просто два есть оффлейнеры южно-американских иногда путаю виспер и сакра тут и виспер да по моему нас играет у да только я помню да и вот он играл сегодня на магнусе и вроде бы и он как раз там собирал очень быстрый аганин после блинка и обрати внимание на джейте по моему там тоже самое сейчас нас появляется на хочет фронтоз заимеет потом после аганин бка башка причем денег уже достаточно может здорово и кубика да возможно мне думаю возьмет все-таки себе он этот аганин потому что стоит часом опять-таки стакать очень круто и без ты часа много импакта мы видели модно ставил делает dragon knight не стал брать даггер в кач мира выходит тут даггер берешь если ты как-то первым номером хочешь играть уже бб пару раз оступились и видимо решили просто качаться ну да ну вот манта да все-таки делается я так радовался что будет blink и в итоге как и вот так и забавили себя да 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 в итоге говорят когда варят нет ребят мы качаемся все качка лютая пошла и вот действительно у нас такая сухая получается вторая карта в этой серии да да к накачь блин будет появляться только после манты по всей видимости ну а мы в очередной раз напоминаем нашим дорогим друзьям о фрибете в 3000 рублей всем новым игрокам поэтому переходите по баннеру под трансляции используя промокод пара дота наслаждайтесь игрой остальное за винлайн да решил бкб купить на магнусе таки думал думал закупил бкб шку не стал пока именно вагоним рашить ну и что это дает какие-то опции открывает для команды g2i g давай подумаем это бкб там в принципе бкб контроль то есть и у одного и второго героя оба быть им на двух сапах насколько много это бкбшка открывает пространство вообще для g2i g смог на смог магнус даггер потратил на это увидит сейфор порваться сейф прорывается по джейте быстренько пытается его убить тот бкб нажимает после лосо и убегает на скювере оставляют бабоку бабоку забрали есть также еще и курса замечательная которая ловит gt gt бкб кончается рулинг тандер в узком пространстве минус gt на синтезе скорее всего тоже не будут отпускать очень хороший момент для команды бб минус 3 в размен на никого шикарно и 9 секундная бкб потраченная впустую от магнуса не в этом моменте быть им безусловно красавчики очень классно именно знаешь среагировали до оказались нужное время вместе и достойно приняли драку потому что изначально казалось что все идет по плану китайского коллектива но не тут-то было ну и вот он пангольер во всей красе вот она виверна который мы так редко видим герой действительно работать но мегера сейчас может быть и поставить собака запрыгивать после бима есть тос подмены ты часа очень много урона по миар областов кастуется и нереальное количество урон от маны файдлика потом посмотрим враг на мегера причем довольно много здесь зарабатывают g2g вот нам пожалуйста покажите fight recap и долу на просто ну полторы тысячи урона это действительно много плюс 500 для луны он от ворсу вкусно достаточно вкусно после неудачного момента хотя бы такой килл он весьма ценится ждут я думаю бб откаты своих ультимативных скоро на сапах появятся ультимейты можно снова нажимать либо смоки либо просто дефать вот т2 вышку на которую почему-то выходят g2g думая что и не смогут контестить бб видимо в отсутствие драгон на это так сильно верят бб могут под его респаун и начать захотят ли он то аккуратно играет blink использует но жить их жить и конечно наглый бежит дальше готов если что цеплять от этого упадет такими темпами до чтобы как-то не решаются его контестить просто сплетят две другие линии качаются ждут свои тайминги отдают т2 вышку за так blink появляется у пангольера это кстати тоже очень положительный момент для грядущих тимфайтов потому что можно будет выбрать позиционку если я правильно понимаю насколько блинков то планируется по моему нас 4 блинка у бы быть им планируется ну да все кроме варки пока что варки вот глейпнер готова фаулу на бкб что может стать неожиданностью для команды быть и еще одна неожиданность для них возможно это рошан на которого краски зашли g2g бб смаканулись идут в сторону рошана выходят отсюда g2g понимают что пропали с карты бб и нужно их принимать команда оппонента скоро будет здесь на минках спалится минка взрывается rolling thunder от гпк как он круто ворвался по двум героям разворачивается сюда же прыгают саппорты команды бб но очень быстро разваливаются у них есть байбеки пока никто не умер у g2g как так выходит а кнопки потрачены мера идет дальше реверсполярить и по nightfall и по мере останавливают двух героев команды бб они тоже разваливаются минус nightfall минус мера и это ультра килл от монета и по итогу я не понял g2g просто оказались готовы попытка была инициации до луны колоссальное количество урона очень грамотно распределили контроль но и здесь хочется похвалить это айджи да они просто стали на хайграунд они поняли что к ним идут кубы тим потом поочередно за контролю героев ульт луны залетает пара суппортов моментально расклеивается ну а там уже дело как бы очень простое да по ноге куда-то покатился прыгает магнус контроля двух героев и в целом драка не получается пока что как-то nightfall довольно блекло смотрится на этой карте на вин рейнджер также как в принципе миера и мы не видим импакта того то есть вроде линии хорошо отстояли да вроде совсем недавно хорошая у них драка получилось а здесь когда их просто на хай граунде принимали g2g готовы к файту все все посыпалось все порушилось и этот блинк на вивернии никак не помог и по итогу в целом до драка даже драки то по сути не было просто китайский коллектив избил своих оппонентов забирают сейчас аегис забирают в миде вышку скорее всего и как будто бы карта уже под их контролем до 3 калида на 25 с одной стороны много но очень быстро сейчас этот нетворс превратится я думаю тысячу семь с учетом луны с учетом того что можно с аегисом идти фармить очень агрессивно и продолжать находить какие-то килл ищу китайскому коллективу я не понял почему когда быстро умирают у вас два сапа если вы хотите драться то почему они не байбекаются а если они не байбекаются то почему вы не отходите то есть вы либо байбек эти силу нить эту драку либо отступаете не скоординировано получилось у бб прилететь на он там какой же догону нтс 3 слову или 4 4 4 да по моему да 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 но я не любитель не фанат скажем так и макс на вдогонах ну ладно пускай будет конкретно на кипере это не такая же плохая шмотка и сейчас собирают но сейчас magic просто не настолько сильно бьет понимаешь я про этот условно у тебя есть дека у которого мы шлэр и ты же ему вообще урон почти наносить не будешь на это правда ты можешь быстро убить сапов либо тоже в арку без бкб вот сейчас бкб на марке появляется и уже получше ну сейчас просто герой плотный много резиста в принципе стало в игре я изначально думал что еще есть же такая опция что он просто догон в один возьмет для да 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 я уже подела его под бафали там на 15 процентов уже в патче что на всех на валах и это типа круто прикольно не очень дорого но там решил его замаксить ну вот да 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 я тоже потому что так он 1 ну максимум 2 может быть да вот как то вот он решил мин так сделать попытка кого-то здесь подцепить но тут реагирует вовремя баба тима уходят надо кайтить команде б.б. как-то сплетить не давать оппонентам собраться вместе и стакнуться под аегис чтобы его реализовать или найти килл и в миде что-то происходит с луной но у нее аегис ее привязали она ломает т2 тавр две минуты будет еще и гида бессмертия у него у губа проблема явная потому что монета будет очень быстро ломать так тулу на для 28 минуты net worth под двадцатку тысяч это прям это серьезная проблема и как с этой луны сражаться да опять же учитывая что там аегис не совсем понятно это еще при всем при том что магнус имеется кипер который сейчас безумно сильный с этим долгоном макшеном мне конечно же течи станет там огромное количество именно магического урона так на пачку скипнул драгон найт вроде бы крипов больше здесь по миру не придет бэкдор наверное не пробивает луна насколько я понимаю тут притянулся джей ти спалил спал миро на минке старается улетать до герой у него все еще нет он делает себе ганим скиптера и его находят мира здесь space created перетягивает врагов на уничтожили в пятером час подожди еще ганим появится будет макшен и драгон форма посмотрим как долго добивать этого драгон найта может быть и недолго кто знает канда луны появляется манны становится гораздо сильнее страна падает ну и как будто можно по нижней теперь пойти и переместиться туда да и ломать ее ну конечно бы нет тем более что крипов много снизу у арьера устали ли у джейтс его аганимом в целом это не так страшно целом на ну что падает еще одна т3 или фортификации нет вторая сторона будет падать как ты знаешь очень быстро и стремительно бы быть им проигрывает эту карту ворвались по луне у нее аегис кончается очень скоро 20 секунд ладно может быть еще не так скоро монет живет убивают уже здесь сэйвана это пол тоже проблемки приходится выбивать аегис из монета попрошотом добивают аегис дропается а а магнус в позиции готов контраницировать из кустов нет просто уходит на скюбери в принципе они сломали две стороны мне зачем заставаться 10 калида идеально же 2g хорошо и и вообще не понять я пойду быть им то есть в целом то по нет ворсу у баба тим все неплохо нормально они не сильно отстают там по сути вся разница в одной лишь луне но проблема в том что во первых луна сейчас сильнее любого другого героя а во вторых весь этот натворс который есть у игроков губы тим он как будто бы ничего особо ты не дает луна просто нажимает бкб и может спокойно сражаться с кем угодно проблема действительно луна еще и под усилением у рума сейчас и в мага хотят на неожиданности зацепить кого-то в миде уже на скучной стороне ворвался магнус повезли верну минус верно торон тач без байбека бабок а здесь зацепил еще и второго саппорта команды ббн тоже байбека нет а все он трон а в трон да почему бы и нет поехали там реально нет байбеков какая-то очень нелепая карта если честно после такой которую мы смотрели до этого просто манэ пошел как бы пофармил крипов пофармил героев потом опять крипов а потом трон падает у врага это как когда-то говорил великий александр хвосташкевич да 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 ну и что и возможно последняя драка я не знаю судя потому что игре происходит и врывается вот попадение хороший на кипера кипера забрали окей окей здорово отлично и теперь можно луну пробовать забирать ну вот манэ нажимает бкм на развороте дерется ну и пожалуй ладно придется подвыть и все потеряли кипера даться неудобно поэтому отойдут надо ждать 2 рошана команды g2g по-хорошему да особо не подставляться где-то тоже вот сильно в себя не верить а то так можно и закинуть игру ненароком просто покачаться еще добрать по слоту дождаться рошана и тогда уже если 2 рошана удастся забрать рай егис достанет салоне то там уже пойти по последней стороне но у бб все меньше и меньше времени и шансов на то чтобы перевернуть в свою пользу эту карту nightfall находит бабоку откидывается глейбнером шейклом и убегает просто виндрань манту на у нас на этот фул почти на фармю я не знаю понимаешь и вот показывают нам сейчас любого героя баба тим на дистанции да если они на фарме слоты дайте им времени они готовы будут драться но вот прямо сейчас если нам показывать героев в пути а потом просто покажите луну вопросы отпадут все вот как побеждать этого героя сейчас как побеждать манер опять же с учетом что у него есть команда которым помогает я вообще не представляю то есть в нормальном тимфайте в открытом поле так сказать луну вообще не победить да у дк все вроде как ну неплохо у него появился аганим да там у вы ручки появляется слоты пупа галера вообще в этой игре все прекрасные считают но пропасть огромное между героями всеми вообще на карте и луны луна какая-то максимально огромная хочешь теорию идеального замеса тебе расскажу так дабы бы но мою мою ли она давали смотри заходят такие типа на хайграунда без айкса почему-то верят в себя например g2g идут на последнюю сторону надо забайтить на любого героя кроме виверной чтобы магнус ворвался вывести кого-то при этом это было рядом с луной ну понял подойти к луне что магнус прыгнул тут же виверна контра иницирует курсой на магнуса луна убивает своего магнуса и после этого уже как-то пытается быть им развернуть свою пользу в общем через курсу чтобы луна убила кого-то из тиммейтов ну как вариант согласен только если у тебя не появится этери ну там на самом-то деле еще есть проблема в том что бабок отделает грейджин и юн тут рычит рошан недалеко бы тима не могут попробовать по контесте не просканили они знают еще пока нет что не так байтят на дракона одного дракона взорвали до гонам второй дракон летит так то половина рошана только gt потратил даггер неприятное начало для команды g2g ой 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 тут жпк неправильно вообще там роллинг тантер свой нажимает вообще никуда сейф погибает от луны но там после этого заберстить луна 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 не умирает до команды тим рассыпается до мера прикольно забрала егис но в целом это ничего не дает как же плохо порвался к пока какой тиль то есть они даже сумели они сумели забрать аэгис по итогу но все равно потеряли всех героев вообще без размена вообще никого не потеряли айджи или что ну да и голый трон тут еще до это похоже на конечную для вы быть им по крайней мере на этой карте тут уже как будто не победить пум-пум-пум просто знаешь вот и смотрим опять же сравнение с предыдущей карты этой серии мы смотрим я не понимаю в какой именно момент у пп вообще перестал что-либо получаться на этой карте вот правда не нахожу этого момента у себя в голове сложно сказать но имеем что имеем 35 минута 21 к лида за g2 айджи им даже аегис не нужен в целом то сейчас одна драка нет байбек в бб вывозят сейва на минке взрывают его by 170 золота и вот выигрывает айджи эту карту и тут появляется соколов из уральских пельменей а что так можно было но к сожалению вот уже после того как найджи вылетает с турнира они наконец-то выигрывают очень важную карту но сейчас уже не такую важную уже не важно да да не ну конечно это связано с тем что уже и добу тим немножко расслаблен да не все прошли мы об этом говорили но все равно да вот момент конечно такой щепетильный рп-шка на джейки поцепили герой проблема огромную мира он умирает без байбека также скорее всего сейчас брут и верну до виверна в таверну остается у нас в рачка пытается кем подраться ну и gg прописывать же пики создаются выбыть им на второй карте по итогу счет серии 11 да вот такая вот карта не зря баба веселился на драфтах вот и остальные в эти мои тоже тоже хоть улыбку как вы видите тоже улыбнулся и потом наш камера убирается у него улыбка просто пропадает медленно грустно видимо осознание пришло что как бы ребята мы как бы не в карту мы выиграли молодцы красавцы мы правда и им просто тренер заходит ребят кстати вы из турнира вылетели и они такие и просто погрустнели моментально ну ладно в принципе да они прекрасно понимали что ситуация у них совсем грустная ты знаешь когда ты проигрываешь там у тебя худший результат за два дня турнира я думаю ты прекрасно понимаешь что у вас уже шансов очень мало куда-либо пройти и конечно в таком состоянии а победе как будто бы и речи нет ну слушай ладно спасибо большое конечно ребятам из g2g что они знаешь не пали скажем так окончательно духом что они сыграли эту карту они выиграли ну и тут не без помощи бы быть им скажем так согласен конечно конечно было вот это вот расслабленность бэбэшик то что ну все важную 70 минутные выиграли в целом мы уже точно проходим следующую групповую стадию да да немножко челнем понятное дело что они прям там спустя рукава подходили к этой серии но когда раз не получилось два не получилось а тут уже ай-яй-яй ай-яя-яй камбэк это тяжело в общем то можно ладно ребята можем гг написать ну да да но луна да большой получилось действительно становить было уже в какой-то момент нереально. И GT, кстати, к слову, неплохую показал карту. Тоже, опять же, отмечаем мы его иногда, что... Знаешь, GT в этом плане, если помнишь, ты зато ты же давно следишь, был такой игрок, но ты точно должен помнить, который... Я хочу, чтобы ты никого вспомнил. Ладно, я назову, не буду томить. Близи, да? From PogChamp to Lul и обратно. From Lul to PogChamp. Вот, ты знаешь, GT из такого разряда игрок, мне кажется. Ну, что-то есть, да, что-то есть такое. Вот, ну, да, да, вот на послематчевая статистика. Стакнутый лагерей целых 7. Этим батарайдом, конечно, и примечателен, то, что он может стакать, а потом еще и сам стакить и фармить. Да. Я думаю, тут комбинация просто победила Т-часа и Магнуса. Т-часа и Магнуса, да. Все на них строилось поначалу, Луни за спейсили, благодаря этому кучу киллов сделали, а потом Луна такая выходит из леса, и здорово! Готовы тоже тут побеждать. Там, да, там было тяжело против этой Луны сражаться. Но опять же, да, вот смотришь, в целом, вроде герои такие прикольные. У ББТМ ВРочка, Пангольер, Драгон Найт. Да и Сапики тоже классные. А что-то как-то вот... Что-то не то. Луна как будто сильнее. Вот такое ощущение возникает. Не знаю. Ну, когда с таким перефармом, то конечно. Не, ну да, с перефармом это правда. С таким перефармом любой герой будет сильнее. Активности как будто чуть-чуть не хватило от ББТМ. Вот, здесь их просто как будто передавили, передушили в нужный момент. Да, первый Рошан, там второй, потом и... Пара тимфайтов, и уже тяжело. Потому что Луна за счет этих файтов очень жестко поднимается по Нетворцу. Луна, в принципе, хорошо фармила. Потом вышла и, собственно, показала, кто здесь Батя. Как-то в параллельной трансляции. Да, да. Уже Зурей закончился матч 1-1. Все же. Ну, про то, что ГГ 2-0 закрыли Херойков, мы говорили еще на старте второй карты, что это произошло очень быстро. Вот, и получается единственный матч, который пока еще, насколько я понимаю, продолжается. Это вторая карта ВП и Фальконов. Поэтому мы будем переходить на паузу, а всех вас приглашаем на параллельный стрим смотреть за данной встречей. Ну и, конечно же, возвращаться к нам. Ведь у нас потом будет игра еще Аврора против Team Secret. Все верно. Поэтому, друзья, возвращайтесь обязательно. И пока что перерыв. Предоставлять лучший сервис или заваливать клиентов бонусами. Что ценнее? Я считаю, что все вместе. Ведь всегда лучше два преимущества, чем одно. Лучшие коэффициенты и лояльная поддержка. Самая широкая линия. И ставки на уникальные события. Дота 2. И уже даже Counter-Strike 2, а не один. Понимаете? Ладно, что-то я отвлекся. Некоторые лучшим бонусом считают тот, который давать не надо. Я с ними в корне не согласен. Я выберу тот, который дается один раз. Но гарантированно. Разрешите вам представить. Винлайн дарит фрибет. Три тысячи. Без условий. Всем новым игрокам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok